вовремя 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 тем кто смотрит в записи это аж восьмая часть прохождение xx ком 2 до на четвертом уровне сложности с сэйвами то есть это не iron man это первое прохождение хотя попытка вторая кстати после первой части или после второй кажется после первой части решили перепройти в начале второй кажется части это произошло сейчас ситуация в принципе неплохая мы исследовали плазменное оружие исследовали плазменную винтовочку снайперскую которую получит два то и три снайпера в зависимости от того как там пойдет мгновенно вскроем сейчас этого андромедона нам за это дают неконтактную мину которая по слухам говорят очень классно надо ее протестировать что касается следующих исследований мы продолжим или начнем да мы не начинали даже ее силовую броню будем исследовать 19 дней до этого счастья будет в оружейной у нас есть level up аспиранта последний level up и я до сих пор ну то есть я быстро не определился что качать штурмовиков этот штурмовик с повышенным уроном с меча есть ранен ган есть мясорубка есть неуязвимость после убийства и выбор между беглым огнем это классический двойного выстрел сочетается хорошо с ранен ганду хреново сочетается с мясорубкой то есть лучше безжалостность было брать или жнец серия атак первый удар всегда достигает цели за каждое убийство получаете дополнительные бла-бла-бла вроде с неуязвимостью а это 11 только kills короче беглый огонь на мой взгляд значительно понять не проще потому что мы с ним бегали прошлую часть то есть ты подходишь флангуешь и по человеку вы стреляешь два раза а жнец это четыре хода кул даун с ранга нам не работает выбирать цели для следующей атаки эта цепочка из целей причем милишная насколько понимаю да атака мечом до жиг-жиг-жиг посмотреть бы на эту штуку хорошо давайте жнеца только для того чтобы изучить то есть я понимаю как работает беглый огонь прокачаем его и не будет новой информации о жнеца жнеца только надо меч ему тогда будет сделать по персональному боевому модулю чуть ли не самое топовое уклонение у него есть по улучшению оружия увеличенный крит и дополнительные действия бегал огонь без кд он всегда был без кд так окей три ранения 238 дней псих 8 дней а так то принципе хорошо специалист вернется второй тяж у нас готов снайперы есть соответственно винтовочки снайпером надо приобрести и а где не появились они почему-то еще здесь странный баг или не баг мы промотаем пять часов просто пушки исследовались а собрали мы за прошлый месяц ресурсы смотрите у нас проект аватар без опять опять на грани мы только что подключили четвертую часть азиатского континента что дало бонус по разведданным 25 процентов подключены соответственно северная америка европа и африка вот и судя по всему сейчас нужно будет после окончания лечения в два-три дня лететь сначала на эту задачу а потом на эту координат секретного это все проект аватар все важные квестовые миссии как бы с пользой провести эти три дня можно за материалами слетать вы понимаете материал это мне особо сейчас не нужны не нужны лириум сплавы какие-то операции по а мы можем штаб прилететь и на халяву ну как на халяву просто за бабло посмотреть может еще ученых купить там же кто-то мог появиться мы уже ученого кажется купили но им же обязательно зачем меньше вот зачем меньше уже не нужны их уже перебор не на плазменное кольцо нельзя три апгрейда вешать это бонус континента на дополнительную ячейку позволяет 3 ставить а так нельзя а можем давайте контакт установим у нас тут как раз четыре дня они не установлен контакт бразилию идем южная минут нам в любом случае придется это дело тем более тут континент уже начали его захватывать еще один объект и пошел обратный отчет да и опять обратный отчет сколько давайте два дня подождем боеприпасы и еще вернется один товарищ вернулся и боеприпасы дракон зажигательные дополнительные поджигать какая отвратительная рожа и ну не очень хороший патрон не то что я ждал и так у нас бойцы готовы 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 все ну кроме психа мы берем снайперов с новыми винтовками улучшение оружия убеждаемся что 2 2 2 штуки размер магазину у той 3 плюс 3 шанс на мгновенное убийство это второй об соответственно топ-патроны говорят топ-патроны топ-патроны говорят бронебойные все-таки но электромагнитные патроны в определенных случаях ну скорее всего просто нужно чередовать разным людям разные вещи давать баф купим бафы кстати да тому же самому в партизанской школе аспиранту можно купить бонусный урон с фланга до атаки против атака против врагов с прикрытием по флангу добавляют атаки против врагов с прикрытием по флангу то есть если ты подходишь к человеку с укрытием с фланга то увеличивается урон из формулировки так могу понять можно еще взять месть дешево и аркадный если союзник погибает или получает критическое ранение солдаты в отряде получаются случайные бонусы хотя молниеносный удар наверное полезнее а бери все михаил все уже все бонусы взяли и полетим сейчас на миссию так возьмем сначала вот это вот координаты из мозга который который достали из мозга кодексом не столько наградов всего 175 материалов сколько конечно же ну главный мотиватор факт что мы через 26 дней проиграем если действовать не будем до силы с я так так и подумал хорошо что в три снайпа играем три снайпа во первых три винтовки есть во вторых нужно двух из них качать бэса маст хэв аспиранты хочу протестить вопрос брать ли спица или выбрать второго тяжа протокол блокировки урон протокол защиты это классные темы этот еще прокачать нужно будет и я наверное в таком составе оставлю компанию то есть будет один тяж к сожалению один спец один штурм и три снайпера собственно снимаем предметы с остальных сейчас пробежимся по каждому из двое илюх конечно же добавляем еще одного и конечно же черепной бур для повышения вероятности взлома и возможности захвата противника у меня для третьего снайпера к сожалению нет армора паучьего игра и псионов куда веселее да один ранен другой пусть учится лучше он молодой штурм с критом с илюхой м патроны бронебойные патроны непонятные зажигательные патроны можно еще синий экран взять потому что сектопод мэки 2 со фаза андромидона это все и без аптечек полетим да а зачем нам аптечки по погремкам есть замена нормальная плазменной гранате пока нет оттяжа не нужна точность у нее есть дырокол у нее сапресс меткой гарантированный урон и и другие ну и в конце концов это хотя вместо быстрой перезарядки не быстро перезарядка разлиса пресса нужна все верно пока можно конечно илью взять еще одного но тут очень мало и так для снятия массового армора ладно справимся чего тормор снимаешь по данным куда важнее возможно имеющим модули нужны хорошие возможно стоит хотя на черном рынке и учитывая текущее количество разведданных я особо особо не покупать не напокупаю модулей хотя не стоит там буквально 40 50 причем топовые сейчас уже продаются так слушаем хвостовая миссия заходить информацию и поехали о какие пушки еще раз акцентирую внимание ваше на замечательных снайперских винтовках с подствольным фонарем это это гениально просто лучший креатив вопреки логике и здравому смыслу разные версии выдвигались чатике вчера по поводу того а зачем снайперу подствольный фонарь вот кто-то предполагал чтобы слепить мутоны когда он подойдет вплотную кто-то говорил что сектоиды в этом спектре не видят ничего для ночных миссий чтобы было видно куда идти в общем много всякого бреда который был как раз провоцирован бредом дизайнеров но зато выглядит очень круто такая опа андромедон два сектоиды по судца ну чтож ребята опа уже подвое ходят два кодекса справа во первых нем возвышение хорошие для начала то есть можно тут еще зайти по красоте а прыгай с крюком потому что к туда да не не надо тогда просто подходим раз подходим скорее всего вот так вот у вас снайперов желательно хотя бы вот немножко на разные точки тут или туду но я поле 2 пока в такой позиции получается ох ты ж ёжик какую штуку я тут не заметил браток уже не допрыгнет а вот ты может допрыгнуть посмотрим не может может доедешь там еще плюс куда ты что ты как класс просто класс отлично прыгнул кто-то к при этом же под свечу личное начало миссии смотрим куда кто пойдет да ладно наверх запрыгивает могут флангану и даже стоять 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 и еще кристаллит закопался паразит и слева еще один так риса лидов не стоит недооценивать блин от кодекса может уйти сверху а еще крисолиды ползают ну ясно и вы еще вперед идете не дают честным партизанам повоевать ой меня кодекс настораживает конечно же давай так это раз скорее всего будет 2 это 3 так тебя оставим вот ты как-то да ты не очень хорошо стоит ладно она на на серию может претендовать я бы спрятался хотя бы вот так вот а то меня флангуют это неприятно ну окей я предлагаю мочить просто но кодекс мы добьем просто серии т с очень высокой вероятностью если хочу у гренку кинуть просто потому что андромедон все-таки плотный и армор у нее есть короче работаем чё-чё переживать у нас плазменные винтовки снайперские три снайпера поехали 7 урона минус 2 армора это я понял опс нас обнаружили да 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 снайпер начинает работать сектоиды прыгают со скалы барм минус один второй же снайпер перекрывают эту же зону я же обоих туда поставил или все таки снайпер нет это столько браток второй на кодексах два минус 2 сектоид повышение наконец-то браток получил повышение поздравим его с этим знаменательным событием столько миссии он догонял ты и теперь догнал а других овервотча как бы не завезли да вы все остальные которые стояли там с углом обзора это очень интересные новости это как так в общем так но мне хотя бы нужно тогда вот этого конечно хрена надо избавляться но при всем уважении я от него не избавлюсь ладно давай так хоть кодекс раздвоем и серии постреляем по по двоим клон пошел куда пошел неплохо ты устроился ты видит четверых собственно двое на серии это раз это два да это хоть с пятеркой делай потому что не пробьешь ты его до 80 процентов тоже вероятность хорошая добро 3 ну а здесь беда здесь беда потому что да потому что близкое расстояние аспирант может подойти конечно каретануть но чем-то было аспирантом делать kills какой там это так это фигово есть предложение ты оттуда в принципе увести она хотела сначала наверх запрыгнуть но у нее с кошкой оказались проблемы можно выстрелить из пистоли но это так хотя у пистолет же унес бронебойные патроны у нее же бронебойные патроны давай-ка выстрелить пистолетом ну должно четыре так урона зайти без армора да отлично ну да так это фигня конечно конечно же стопа а я аж переучил ее ой блин я что и переучил ничего не было ну что опять илья без него никак илюха чемпион на первых двух паках оказался нужен привет корти со крисолиды идут крисолиды выкапываются они как люркеры теперь блин разрушил мою снайперскую точку понятно все с тобой опа крисолид слушайте он добежит же ой мясорубочка да толку держись эспирант просто держись а там же илья они же все клюхи идут ну и отлично холли еще не спалены я буду пытаться как снайпера ну в смысле как этого как разведчика использовать эму робертс как третьего снайпера нужно качать но дистанции тут опять же аховая только по андромедону стрельни 59 и тут нужно делать после того как мы хэвиком повесим метку и с ними мармор то есть сейчас 46 да 46 это фигово при этом обойти его не смогу ладно давай чтоб не было фланга подходить ой там лут там лут ребята там лут лежит ай-яй-яй-яй-яй успеем не кипишите попадание минус 2 армора 6 урона здравствуйте так браток пока за лутом раны поверьте поверьте рановато еще аспирант может аспирантом жнеца попробуем как раз ну че порежем так порежем так жнец 90 процентов верняк раз отлично ну нормальная способность черт надо было ну на меч у меня не хватает бабла что вы в самом деле так давай-ка тогда попробуем все таки попробуем тогда кем-нибудь аккуратненько так аккуратненько аккуратненько и слушай протокол атаки что никто больше не может вот ладно давай ты крисолита добей с пистолетом бог с тобой я понимаю что это чушь но холли пока не проявляются ты лучше оставить нет как раз у братка кажется патроны поэтому ты как раз должна его убивать привет привет с критом отлично куда там а теперь братком с м патронами и метки глаз еще делаем раз 93 меткости бам неплохой урон ту 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 ну холли побежит видимо за за лутом следующий ход его возьмет опа это снова крисолита что ли да похоже прыгаем вниз смотрим что за лут ядро и лерия ну спасибо я вниз я не успеваю тратить так а для того чтобы холли то не спалили мне нужно постоянно за фулл кавром передвигаться давить можно конечно за полу укрытием но если подойдут а видим уже ту реточка это вопрос к специалистам конечно же подожди подожди ты ничего не видишь ты ничего не видишь перестань перестань паниковать да специалисты у нас холли нюанс не все хорошо тогда замечательно просто тут перезарядочка овероочен мы же все таки посражались да патроны потратили туретку я не хочу дэмэджит пока зачем мне это нужно не буду хэвиком перезаряжаться тем более что там перезарядка халявная сейчас посмотрим что там по протоколу блокировки сверхтяжелая турель 4 армора нафиг она мне нужна как нафиг нужна тут начинается вражеский объект если турелька будет за меня вон сломайте 50 на 50 вообще изи доедешь зачем отказываться от халявной турели на вражеской базе ну что за конечно нужна и сейчас сразу вижн сразу видим пак сразу у пака появляется проблема что за пак пак вообще не очень пак обычных офицеров мы видим кстати одного снайпера пожалуй вот так подведу я лучше наверное тейк туда подвести в общем потому что она у нее есть еще зона поражения а у остальных она на кд окей так ну главное сейчас в этот ход их не спалить не спулить о турелька то постреляет что умеешь 50 процентов ту хит сверхтяжелая бесконечный боезапас а что за штраф у тебя типа ты взлом взломана ну не переживай по этому поводу это нормально кто мне здесь не нужен мне здесь все не нужны только вопрос какой последовательности от наверно элитного офицера учитывая то что у него броньки нет здрасте да да давайте бейте турель я не хотел их вот пропускать тут овервотч еще срабатывают нормальные но они еще по идее меня не должны видеть то есть они отбежались под турель как то так я могу еще разок стрельнуть 10 10 30 неплохо укрытие поломали так мы здесь на всякий случай все таки за угол зайдем ну или что опа крисолит только не турель не смей трогать турель критует еще крисолит крисолит пока не решился идти против турели сейчас щит пойдет видимо не по всем саппорт не очень думает офицер держись вообще то что крит прошел это большая удача так турельку с четырьмя единицами армора крисолит такой назад да ну говорит нафиг я тут турель захватывать не буду нет буду короче мечется крисолит пока не определился он что же ему делать я закрою это все тейкой да и флеш роялю закрою холли все еще в инвизии я только перебегу я могу же сделать этот протокол защиты на турель это просто хай-тек какой то вы посмотрите она же еще отвечать будет им полетели я в нее всю душу вложил да я сегодня посмотрел тоже стримы от волкафрении и кажется и от джуса по овервотчу поэтому табьерна вспомнил ну че турель что будем делать 50 по крисолиду я считаю это норма на на щит убран а крисолид то плотный ну поехали я думаю что а почему я зону то не поставил или я там тремя зону поставил вроде нет турелька под взломом впереди нас 4 человека любое их действие будет жестко наказываться и турелькой и двумя снайперами снайпер сейчас на выстрел снайперы вот нафиг вот как из-за деревьев наверное из-за высоких они не видят да наверное из-за деревьев все таки браток умудрился увидеть товарища один хит господи зачем такое оставлять овервотч еще увидела увидел браток и при этом кстати халтурит а да там еще снайпер флэш рояль 9 урона и аспирант хорош просто хорош и вот так благодаря взломанные турели на которую ломятся враги они даже не знают где я нахожусь здесь догадываются по трассам от выстрелов мы так турель не отравили не удалось ее отравить протокол защиты ок возвращается продолжаем уничтожение хочу в первую очередь конечно этим снайпером добить крисолида вероятность очень высокая нужно же повышение у нас продолжается дома ремонт аспирант к сожалению никого не видит и подходить особого желания если честно нет стреляем по щитоносцу это раз и это два экспа правда для турельки в никуда ждем когда будет ходить следующий турель все еще под нашим контролем снайперов я скорее всего к турельке поставлю на возвышение побежал не добежит тут вообще никак не добежать хорошо пока ровненько все идет да еще крисолиды судя по звукам подходим эх наверное надо было ту редку убить сейчас я сверх тяжелую да давай так во первых я не знаю сколько она еще под моим контролем будет находиться а мне сейчас как раз нужно переходить точнее подходить поближе и не хочу чтобы мне в тыл еще какая-то какое-то бронированное недоразумение накидывала ну ладно давай раз турелька там никого не видела значит скорее всего не будет никого да 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 подходим подходим ой перестарался так овервотч а кого я увидеть мог непонятно штурм ближе точно да да а ты поставил тоже на овервотч а ну вот видите крисолид скотина закопанная и второй тоже сейчас же побегут и третий а у них же рывок и очень быстро бегают они и здесь еще о о ой 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 беда ой беда этого крисолида надо там холли просто ее блин снайперы попадите еще разок кто-нибудь аспирант может кто-нибудь она же не справится сама ну ребята давайте да там яд у меня нет аптечки и вообще забей я в шоке просто вот это было на мувик просто уже там последняя клетка последняя фух наверно надо прыгать с хуком чтобы вероятность была повыше попадания и соответственно были бонусы по 1 это раз кто-то же можно и пятерка стрелять с таким же шансами ты верит только одного и полагаешь нужно крюк пытаться на не увидит она во-первых зная о том что там два кресолиды еще минимум я думаю надо немножко оттянуть холем это второй хэвик был с уничтожением укрытий до 2 хэвик пригодился бы здесь и хочу уроки тратить понимаете да ладно чего ты один раз живем не жадничай хочу просто их размножить сразу же нанести урон и размножить понятно а можем задеть хотя бы укрытием то есть вот так вот и вот так вот ладно окей давай одного мы продемиджили у другого фланг сняли то есть подставили под ваншот снайпа тут пошел клон вопрос кого мне качать наверное нужно снайпера сейчас этого 78 на только его и видит давай 78 попадет убьет не попадет вы не поверите не убьет хотя там уклонение есть ты по-прежнему видит только одного но теперь гарантированно убивает его так а снайпер у меня из-за того что до преимущество по высоте было перезарядись тогда аспирант у нас топовый ты у нас топовая поле бы одного товарища подставить протокол атаки потому что и добьем протокол нападение я понимаю что это без бонуса я понимаю что это не техника но специалист надо же докачать до конца спеца здесь наверное с пятеркой сто процентов просто ваншотаем братком не ради экспы а просто ради того чтобы нас не убили 27 крит ох ты те уже цифры вылетают неплохие штурмовика я хочу подвести просто против крисолидов то есть если побегут то могут получить ты на overwatch опять же что крисолиды бегать где-то видите выкапываются и куда-то бедут и идут а вилки не надо кодек скрытых мы уже вскрыли вилкой кодекс собственно оттуда и получили новые координаты местоположения вражеских объектов так давайте для начала я займу собственно позицию еще одним снайпером ты поставлю короче туда братку рядышком они стреляющий шар сэйваться не надо ли с любовью твой парад один г.м. поддержал ваш канара диму 100 рублей бога привет я конечно все понимаю но зачем ты за 2 до салабер ради онлайна на своем стриме ты молод у тебя еще все впереди нужно выбиваться в люди честными методами я сожалею что лёша кто-то кто-то задедосил кто-то я не имею к этому никакого отношения вообще-то не смешная шутка подходим дальше вообще штурмовиком наверное разведка делать таких случаях против крисолидов то особенно ну вот слышите вы понимаете да я подставлю лучше аспирант сюда ахоли уведом овер 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 раз услышали значит и увидим давай выползай скотина ничего подобного ладно поехали дальше ну ну где где обещанные опять опять там пошел звук выкапываемся пацаны вот и слава тебе господь побежал куда-то наверх но увидели каким-то макаром снайпер я вот не вижу куда стреляет браток ух ты он запрыгнул просто на я не вижу да вообще никого но видимо он реально прыгнул на это возвышение и но бизон нет не сразу скорее всего пару дней будет перерыв классическая фашечка и прочие радости жизни ну где 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 вот он вот он посмотрите притаился иди сюда маленький хитрец какая и что он сиганул через это возвышение и воспользовался мертвой зоной для того чтобы да я еще кого-то вижу да как так то да как так то так ну вы потеряли спецауч я просто в шоке все уже то есть он ходит в этот же яд меня добьет а что там за тема ведь портал какой-то 5 хитов осталось у слушать а может мы завершим тогда миссию за 5 ходов не там же нужно пузырчатку заложить потом эвакуацию затеять если мы в три хода доберемся до объекта в два хода беремся до объекта она попробуем изи изи добраться до объекта холи ну вперед а можно эвакуировать как как и можно эвакуировать а можно я же у ребята это же халява дешево а почему почему раньше так не порт а потому что большинство миссии не такого типа до держись скоро домой сейчас главное чтоб еще один кресолитный пришел вон смотрите какая штука а 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 защита 40 вот я же боюсь смотреть сколько 15 понятно а может не сразу мы его убьем нет ты тоже решил эвакуироваться а да давай может хэвиком хэвиком мы подошли до стреляем ничего не умеет все равно раз мимо брони бронебойными соответственно 2 с обычным выстрелом чего тут переживать перезарядка ранан ган и сократить расстояние до полу укрите не боимся не боимся потому что уже сто раз уже я устал повторять зачем делать таких юнитов 50 на 50 аспирант удачи ой у меня все все сам ликвидировался я бы тоже так сделал но кислота все дела вокруг такая среда не дружелюбная абсолютно я бы вышел как сказал бы bigman из m19 ну нет так нет крисолиды бегут правда ой что-то их много а чё не сделают же это раз да тебе не стоит просто овервольт сделать а ты тоже пару выстрел получше сделаем перезарядись лучше назад хотя можно было оставить аспиранта тупо чтоб нарезал чё работаем крисолиды вроде по выползали после шара и тут же назад но они вышли увидели картину я профукал кстати скиллы у снайперов две зоны профукал просто взял расход перезаряжусь ну нерешительные они какие-то ну кто там ладно давайте аспиранта вперед идти действительно чтобы чтобы в случае чего можно было просто порезать хэвик так аккуратненько аккуратненько ну чё выходим не выходим там повсюду крисолиды там их не трое очевидно так то есть мне сюда заложить бомбу вижу одного крисолида чем снайперы не али не видят ничего жалко фулл кавер который не спасает против крисолидов опа надо было на овер ставить болен добежать много без оверов думал постреляю ладно я и так постреляю давай я думаю надо аспиранту дать самому решать свою судьбу без какой-либо поддержки крисолид один выкапывается слева сейчас побегут о этот выбегает закапывается чисто зерлинги этот побежал снайпер раз но они не добивают понимаете они вряд ли снесут все хиты я надеюсь что они пойдут промах что аспирантом за себя постоит а вполне возможно это было ошибкам надо было блин аспирант прости меня за все прости меня за все тут аспирант сам подритуш подрихтует крысу и меч доставай меч быстрее доставай да как так то то есть ты в милинии и не алё да а ну сейчас из попал все минус аспирант мимо да я как я тебя понимаю но она смотри я тоже мимо чит сделал и попал я надеялся что мясорубка работает до вражеского удара куда ты подбежал как ты что ты а он горит Крисолит on fire Продолжаем качать левого снайпера Пытаемся качать левого снайпера Давай жнеца тогда Это раз Ой Как неловко получилось Надо было мне двойной выстрел все таки брать Настолько как бы криво Я давно Разыгрываемся Я бы вышел сейчас на месте Аспиранты просто взял Да тут яд Причем жестенький такой О не 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 Нет Фух этого не хватало еще Так ну аспиранты у нас улетает Лечиться домой Один ход Еще повтыкаю Закопался Это все да Тогда хорошо Пойду закладывать Следующий пошел уже Мне нужно добраться собственно до центра Ну понятно что там этот гуляет еще И допускаю что Два сильно раненых товарища Перезарядись лучше Перезарядись лучше Бум-бум Да я понял Нам нужно этот портал закрыть Чтобы как раз орки не поперли Но крисолиды которые вокруг него тусуются Они меня расстраивают Когда же Просто всех убить нужно? Да ладно А почему тогда отображается Что квестовая тема в центре Сейчас прочитаем задание Ликвидировать всех вражеских агентов Охраняющих все врата Ааа Понятно То есть все таки Да То есть не взрыв А Надо будет того крисолида Вылавливать Паракан Голум поддержал ваш канал На сумму 100 рублей Привет Привет А я вчера наконец-то прошел Икщем два Короче бегу Ну понятно Последняя миссия Сектоит справа Сектоит слева Дошел я кое-как до последней комнаты А там дед старый стоит С белой бородой И посохом Развел руки в разные стороны И как закричит майкер You shall not pass Да Да Точно Я уже думал Спойлер пойдет Звук А потом вспомнил Что голум Он же На своей волне В общем У него жир Выползай уже Скотина Ну О есть И он же еще вперед Убежит Да вы охренели вообще Стоят три снайпера Ой какой овервотч Что ты делаешь Что ты со мной делаешь Миша Это же твой ход Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой Миша Три офицера Ранения от дешевых сектоидов Ой капец Ой-ой-ой-ой И ты его еще не видишь Капец Сейчас еще тяжа Похорони пожалуйста Блин Что я дотворил Просто Просто Такой трэш Я Такую чушь Делал Откровенную Просто чушь Мне так стыдно Сейчас две недели лечиться Из этих Все я понял Что это да Отлично Короче Берем второго тяжа Берем психа И Аспиранта Переучиваем Классического Штурмаша С двойным выстрелом С действием После раненгана Потому что Что-то мясорубка Мне Не радует Семи крисолинам Понравилось То что вы делаете Да Это жесть Это просто 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 Какая-то Невнятная Абсолютно игра Прошу прощения За это Дальше будет Еще интереснее Сейчас 3 из 6 Ранен Ну повышение Зато браток Получил Что знаешь Что умеешь 100 меткость Каждую серию Берем 100 меткость А тейк окажется Даже Не такая меткая Пси врата Ух ты Материалы получили Ненужные На 4 На 4 Улучшить Зал теней И завершить У него проект Псевород Разведанные Ой-ой-ой Кто-то летает Э-э-э Так Давай зал теней Прогрейдим Как они просят Что там для этого нужно 200 материалов Да подавитесь Обеспечивает энергии Таинственные врата Пришельцы Соединяет их С вычислительным центром Убил Завершить проект Проект Псевород В зале теней Но я хочу Все-таки Исследования Армора Доделать Смотрите Я бы Залетел Ускорение проекта Может быть Разведданные Наверное Пособираем Ну разведданных Нет Раз Ой Не хочу Надо Кто есть Все норм С мясорубкой У меня В одного Под двумя спицами Внутри тарелки Мечом Трех архонов Развалил 25 модулей 25 призрак 40 от спица 90 уклонения Карл Да это террор Это террор А у нас как бы Три снайпера И Непонятно кто Псих отдыхает Тяж хороший Никчемный сап И так себе Штурм Да Будем проходить Надо только не забыть Раздать правильные вещи Тяжу даем Естественно Экзокостюм Даем ей Газовую гранату Больше ей Дать К сожалению Толкового Ничего Не получится Этой Мадаме Я бы Улучшение Оружия Поставил Доп-патроны Плюс 2 И вместо урона При промахе Ей лучше Десяточку меткости Накинуть Это да Это да Не менялось Этому товарищу Медикит Поставим И дадим Наверное Бур Хотя он не ломает Нифига Поэтому На тебе Медикит И на тебе Илюху Илья Поможет В любой Сложной Ситуации Еще Одну Иллюзию Даем Артстоцке Она как-то Вообще Приуныла Да Броня Не готова Ни черта Нет Персональные Боевые Модули У нее Вообще Какой модуль Стоит Уклонение Во всех Модули Стоят Меткость Какая меткость Топовая 19 Отдыхаем Отдыхаем В запасе Очень Серьезно Отдыхаем А персональные Боевые У меня есть На Пам-пам Нет Для снайпера Более подходящего Нет Ну хорошо Только Большим Поехали Всем добрый вечер Спасибо, что присоединились Мы тут восьмую часть Пикс Чома проходим Господи, гражданских Еще нужно будет спасать Столько проблем Из-за этих Мирных Отличная позиция Так, полиция Кого пускать На разведку Арцтоцку Поехали Видит бочку Да Ладно Не беда Почет Это два Как ты сюда прыгнул Вообще Я так и не понял Ладно 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 Подходим bliже Да подходим, какие проблемы вообще? Спасаем мирных Подходим в самый центр Ой, уже поспулили пак Ёпросе, а вы уже по двое ходите, да? Я понял Ну ничего Ничего хорошего, конечно же Я бы закинул протокол помощи для начала Хотя нет Для начала нужно просто стрелять по фулл ДПС По ближнему снайперам С метким глазом Раз Бам Слабом Здесь, наверное, попробую А серия-то я его не убью То есть я могу убить серии, если Его немножко под... Да, давай сделаем так Видим двоих Соответственно, стреляем по этому Ставим метку Снимаем какое-то количество ХП Потом серии Убиваем этого С обычного выстрела Тей Тей же видит-видит Ближнего, да, убиваем? Обычно выстрел Давай, вроде 8 Даже минимальный его убьет Теперь Меткий глаз И включаем И по дальнему уже с увеличенным уроном Хорошо А теперь думай У тебя остался Илья Но в принципе Артстоцк-то Она может Мелиму, Тона Изи Просто ушатать А кто не может? Правда ведь? Любой это сделать сможет Поэтому товарищу Артстоцку протокол помощи С ответным выстрелом Раз Вообще без шансов Для Артстоцки Но как бы Илюху тратить Я не готов сейчас И с Овервотч И вдруг каким-то макаром Когтяже побежит Ну что, мутон Твой ход Мэки Бесчувственные роботы Они должны были нам служить Верой и правдой А, вот он Бежит Ну, Артстоцка мажет Под протоколом защиты Но зато протокол защиты 30 Дефенса дал И это помогло Вот так вот Изи Продолжаем качать Третьего снайпера Давай с пятеркой Хилл Да как так-то Ну тогда хэвика Мирных будем спасать Такой у меня вопрос Вроде как нужно А, маскировка есть У Артстоцки Так, спасли А маскировку можно? Немедленная активация Маскировки Разные бы углы Поставить Да, давайте Подойду сюда Перезаряжусь Братка тоже Поставлю под ковер Спасу мирного Справа еще Кажется Мутон Опять Мэки О! Мажет Маскировка не занимает ход Это очень полезная штука Тогда Иммунитет Видимо против горения Какие-то неточные Пришельцы Но все сверху Что я делаю? Спасаем еще одного Мирного Уже третий Так, и Эта тема мне не очень нравится Потому что Давай вот так вот Ладно Оп, спулили Так, тут Мэг И пара солдат Один щит А другой Так, это на Овервотч Встал Не понял Что это такое? Мирный побежал А там Овервотч Молодец Какой смелый Спасибо за то Что снял Защиту Ну Снайперы Ни черта не видят Хотя вот одного Видим У братка Кстати У бронебойной Нет У братка Им патроны Зря я так стреляю Вообще Пощитовиком Хотя вообще ничего не могут Ладно, давайте я АТ поставлю Так вот Конус 1 Тут простой Овер Штурмовиком Попробую маскировку Вырубить Не, нельзя Включать маскировку Достаточно очков действия Плохо Протокол у нас В КД Блин Я думаю, что можно Включать Без действия Ну по цели Артсоцку Я надеюсь на движение Со стороны врагов Ааа, ну ясно Да Безликий Ну там есть Четыре овервоча Один конус С три овервочем Поэтому Этот товарищ Вряд ли добежит Следующий пак тоже наверху Как вы слышите Ух ты А я такого Такой анимации Выстрела еще не видел Мэг подходит Упал Вставай Не переживай Давай Он реально упал По нему сейчас пока стреляет Мы можем Смотреться Получше Как он лежит Бронебойные пошли Да что ж вы мажете-то все Ты вообще не попадешь Господи Что за снайперы А нет Кто-то попал Ну и новый пак Тут как бы Неоткуда Неожиданно Овервочи Тут опять Надо было два конечно Конуса ставить Ну кто же у нас там Два пака будет Десяточка Мимо брони Минус товарищ Щитоносец Слушай Ты бы видел Какая у нас здесь ситуация Сидит там Командует Про сивилинцев Еще один мэг Увидит Тей Может и увидит На втором ярусе Нет Да Ох Хороший кадр А у него же бронебойные Если бы еще попадало Цены бы ей не было Окей Че подожди Арцтовская Или там живем Ой да ладно А это попали мы Короче Арцтовская Минус Она кажется Там подгорела Почка взорвалась Какая-то И в общем Жесть Я в шоке просто Фух Промахнулся Если она не горит То я отсюда валю Тут овервотч хэвика Видимо Топовая команда Да И безлики Конечно же Под щитом Слушайте А может щит уклонение Еще дает Не только хп Это объяснило бы многое Но сейчас безлики Будет еще мочить А он К этому К мирному Или к кому-то Или просто рукой Показать хочешь Под зад ему Давай Под зад Да Он просто на огонь Пальцем покажи на меня Угу Ну я понял все Держись Так Здесь конечно Напрашивается Ауешечка Ауешечка Выстрел Плазменной гранаты Нет Лучки кислотной бомбы Но я не достану Кислотной бомбы Вообще На самом деле Напрашивается Убрать товарища Артсоцкого Отсюда Илюху кидать я не буду Потому что Это дешевая халява Овервочи там не было Откуда ж ты знаешь Пока не знаешь Давай может Рокет кинем И Нет Четыре армора Надо снять Ты не будешь Полумерами отделываться Подходим Бум 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 Да Под безликово Подходим Специально Сюда Соответственно Закидываем Вот так вот А нет Не так Получается так Или уж дальше Там на случай Если кого-то Еще надо убить Закидываем Кислотную Гранату Наверное Тей попробую Сейчас подобивать Раз Две Две Цели Есть Хотя Нету Две Две Есть Есть Хотя Нету Две Убегаем Убегаем Улетаем Убегаем Нет достаточно Битых целей Для того Чтобы Ну Браток Конечно Может Убить Да Браток Может Убить Поехали Сначала По Мэку А он Мэка не Видит Лучше Элитного Щитонодца Потому что У него Армор Пробивается Мы его Точно Убьем Раз Там Лут Кажется Упал По Судя По Звук Да Ага Щиты Поубирались Ну Какая Эвакуация Вы Что Тут Безликим Уже Наверное С С С С С С С С Ну И Последний Выстрел Конус Ему Соответственно Ставить Смысла Никакого Нет Потому что Один Патрон В обоими Остался Неплохо Там Еле Живой Копейщик Остался Надо Вперед Подходить Пам 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 Я этих Снайперов Хочу Оставить На Овервотч Достаточно Просто Убить Этого А вот С Мэком Будет Посложнее Да Там Мэк Полный Без Щита Конечно Но Полный Кислотный Ожог Тяжелый Мэк Получил Вон Мирный Там На первом Этаже Был Ясно А то есть Это Мэк С такой Пушкой Тяжелый Стреляет Да Копейщик Вообще От кислоты Умирал Естественно А может Это Не он Был Два Овервотча Это Минус Ну Мимо Армора Это В принципе Мимо Всего И Это Еще Мене Точная Дама Но Попадает Причем Попадает Так Здорово Что Фланг Что Да Ладно Не может Быть Ау Ем Не Паниковать Овервотч Еще Один Гад Так Ну Это Не проблема Какие Проблемы Никаких Проблем Вообще Нет Эмма Робертс 93% 93% 93% 93% 93% 93% Может Снайперам И Мгновенную Перезарядку Придется Брать Да Доход Терпеть Лечиться Вставать За кавер Распределяться Ой Там был Овервотч Уже Все Попали По мне Я Мод Поставил Что Который Убирает Задержки Как Вы видите Игра Теперь Без Этих Глупых Пауз Идет Но Иногда Можно Получить Можно Получить Вот Такую Вот Тему Типа Бежишь Овервотч Вроде Анимации Попадания Нет Но Жизнь Снялись А у Медикит Кстати Грейж Сколько Восстановим Плюс 7 очков Здоровья Хорошо Перезаряжаемся И на Овер Стоим Два Мэка Два Мэка Там Стоят Еще А у У меня Лут И Вроде Надо Брать Очень Надо Но Я Уже Кажется В этот Ход Не Добегаю Дотуда Даже Если Прям Побегу А там Не Два Человека Там Три Человека Интересно Сколько Мирных Осталось Я Что-то Не Обратил На это Внимание Ну Скорее Все Запасом Овер От Хэрика Вот Так Нифига Себе Удивил Удивил Да я Не добегу В любом Случай Никак Вижен Нужен Поехали Там Вроде Овер Водч Не Был У Того Майка Он Просто Ходит И И Все Тут Давай Попробуем Прокачать С этого Снайпера 70% Но Добром А если В один Ход Попробую Закончить Это Кстати Четвертый Пак Может быть Это И Давай Попробуем Второго Увидеть Ёп Ёп Ай Ай Капец Не Самый Лучший Расклад Ой Наверное Илюху Надо кидать жуть творится. Последовательность вряд ли затащит, потому что... Хотя щитоносца можно ваншотнуть просто мимо брони. Это, наверное, самое полезное действие на этом ходу. С метким глазом или без? Сколько у меня там хитов? У меня там 10 хитов. 8-10. Фига. 8-10 это 2 из 3 меня не устраивает. 8-7, 6-7. Да, лучше метким глазом по нему, чем рандомить один из трех. Ну, у шарика сейчас будет все возможности, чтобы показать себя во всей красе. Насколько я понимаю, в записании это какой-то сверхпсионик. Положил глаз на Илью. Да, это все-таки был не мэг с таким выстрелом. Тут двое обычных, они вряд ли хэвика унесут за один ход. Тем более критов овервотч, понятным. Это фланг. А, мирного бишь? Опасно. Я до сих пор не посмотрел, что там по мирным. Трех вроде спас, может, четырех спас. Это вроде не последнее. Да, еще один есть в запасе. Лут пропал. Это, конечно, страшно. Страшно, страшно, страшно. Страшно обидно. Так, что у нас есть? Тут вообще ничего. Перезаряжаемся и, может быть, Илью кинем. Здесь, в общем-то, есть все. Вопрос, что мне нужно? Мне нужно, скорее всего, армор снимать у шарика. Вообще, мне по-хорошему щитоносца еще убить. Но это уже совсем другая задача. Хочу хотя бы какое-то укрытие. А как? А, да. Какой они внимательны. Там же овер один. Я думаю, ну, овер, когда стоит противник на свой ход делает овер. Ну, не страшно же, овервоч, ну, чего тут. Поехала гренка минус, там, сколько? Два, что ли, армора с гренки обычно снимается. А у нее семь армора было, а не шесть. И это у нас товарищ немеханический. Мы ему снайпером ставим Илью. Вырубаем таким образом. Наверное, тогда я просто два угла поставлю снайпам. То есть, Павла Кузнецова сюда разверну. Как-то вот так. без шара. А вот Тей, на самом деле, она также может, да, на угол ставит еще более качественный. На все цели. Поехали. Кого нужно защитить? Протокол защиты, естественно, идет на Хэвика, потому что у него полуукрытие. Он механически говорит о линзе. Чего это вдруг? Герыч, ну ты вообще не шаришь. Я уже в который раз вижу от тебя такую фразу, видимо, ты фанат Сенчеса. Уж не стал тебя расстраивать в два предыдущих. Но спасибо за мнение. Можно протокол атаки сделать на дальнего щитоносца, чтобы... А, это Гремли на атаке. Господи, это вообще не там. Просто Overwatch. Сейчас будет экшен. Это АТ-евский угол. Мимо брони 9 урона хорошо. Ну, шар колье идет. Тут Overwatch от тяжа забеет. Overwatch от этого тоже урона никакого, потому что армор. Он снова подлетает и... Что? 10 урона, но не убил. Ну, эти будут на Хэвика лезть. Там должны снайперы работать по двумя углами. Щитоносца бы, конечно, в первую очередь убить. Мимо брони попадает. Щит снимает весь, опять урон наносит. Если браток убьет, то будет значительно проще, потому что щит бы спал с остальных. Но Паша промахивается. Этот замешкался. Еще один выходит, тоже под угол. ваш канал на сумму 100 рублей. Михаил, привет тебе. Патроны можно смотреть, наведя на улучшение оружия. Кроме того, игнорирование брони показывается при нацеливании перечеркнутые иконки брони. Понял. Слава Арстатски. Понятно. Три снайпера юзлос. Ну, сейчас посмотрим. Пока они топовый дамаг последних 10-ми всех наносят. Если попадает, конечно. Это не фланг. Просто подошел. Все. Теперь надо добивать просто. Раз, два, три. К хэвикам снимать армор. последний вот здесь вот. Только возможно стоит. Они не стоят. Сюда гренку, туда рокет. Или даже в общем пофиг. Сейчас в один ход это все уничтожим. Раз. Две единицы армора сняли еще. А сколько там нужно, чтобы добить того? А, это же Тейд добьет, у нее осталось. Да, у нее есть. То есть Тейд делает раз, два, скорее всего три, и бьет по этому. Поехали. Начнем с гарантированных пацанов. А, да. Только у нее патронов нет. Так великолепная идея была. Короче, снайперам нужна перезарядка. Кто важнее сейчас? По привратнику важнее. Причем важнее, да, и обилки нет этой. Ладно, давай так бей. 89%. Может в один ход и не справимся. Ой, господи. Надо достреливать армор рокетом. Что больше никто не справится. Нормально. А попасть с руки могла не попасть с руки. 100% меня это беспокоит. Лучше, наверное, аккуратненько его, 98, потихоньку добивать. Ага. один хит. А с задним что будем делать? А его сапом сейчас добьем просто и все. Тут фланг же, фланг. Просто побежали и все. По моему расчету все должно быть хорошо. Один снайпер с высокой вероятностью убивает. господи, какой ты точный. 90% сейчас так что было. Без укрытий ничего нет. Короче, смотрим. Шарик сдвинется, сразу должен получить. Ну, я надеюсь на попадание. Ну, шара защиты 40 и это овер двадцатка. сейчас передаем привет специально. А, нет, какая-то психрень. Что он делает? Пыщ. А, он убил двух свой. Что? А снайпер сейчас не постреляет под углом? Или это типа реанимация не здоровая? Не, не постреляет. Ну, понятно, в общем. Шар ничего не делает. Как я предполагал. Прокачиваем эту эту мадаму. Шар предатель. Шар работает на XCOM. Ну, и посыпались, посыпались. Давайте уже, все, закругляемся. О, это был, кстати, мирный. То есть, это безликова она еще подняла. Или двухмирных убила. Нет, это были уже трупы. Посмотрим, безлики-то есть. Ждем безликова. Да ладно, это не последний пак был? Это был не последний пак. Это поворот. Это новость, вообще. Здрасьте, пожалуйста. Ну, хотя бы звук. Ну, я ищу. можно, конечно, мирных поспасать. Еще одного мирного спасли. Я такого ни разу не было на терроре, что как бы хоп, и паков не слышно, и безлики не выходят. Звуки должны быть какие-то. Я подозрение, что он тупо где-то застрял какой-нибудь особенно умный Мэг. снайперы снайперы вообще сейчас уже как только я зайду за здание, получится, что они не смогут мне никак помочь. Вижу мирных. И здесь еще один. Босс очень ценная информация. спасаем гражданских гражданских подозрение. Один. Еще один. Это последний, кстати. Стоп! А я... Если это... Я видел еще где-то гражданского, который сидел. Вон. Короче, тут смотрите, палево какое. Один гражданский остался в живых и сидят двое. Один здесь, другой здесь. Давайте разберемся, кто из них безликий. Для начала. Рыжий подозрительный парень озирается, пригнулся, выглядит испуганным. И второй. Он более резкий. Короче, я думаю рыжий. Рыжий как в саус парке, да? мне кажется, у него он неправильный. Но странный баг, что безликие себя в этот раз не проявили. Ну что, ты мирный? Да, я знал! Я знал! Беги! Беги просто! Просто беги! протокол помощи срочно, срочно! Снайперы! Давайте экшен! грэппл! Грэппл! Хвищ! Оп! Доброе-доброе! Хвищ! Браток просто уничтожает. Посмотрите, что он тут. 90%! Паша, 90! Господи, я такую просто речь заготовил! А ты мажешь! Ну, ё-моё! ну как так, ну? Это капец! Пусть вам будет стыдно, если попадет эта афроамериканка на 44. Нет, никому не будет стыдно в этой команде. В этой команде одни, блин, неудачники. Отвечать придется тяжем. Да ладно, броня, экзоскелет, протокол помощи. Может еще выстрелить разок. Дим, ну, зачем ты голосование создал? На стриме плашка такая висит. В общем, Безлики точно подбегает, точно бьет, вопрос попадает или не попадает. Мимо! Да, вот так вот. Хорошо! Аспиранта шарит, в общем. Это же в запись попадет. Это же все, все, ушатали. Все нормально. Короче, террор пройден, слава богу. Без серьезных да ладно. Это еще не все. Это не все. враги. Да где они вообще? Походу баг. Не, может, какой-то пак. Не знаю. Да куда? Нет, я вообще что? Намбел просто тейн. Ну, звук, звук, откуда звук? Похоже, да, похоже, на баг вообще. Ну, потому что обычно безлики появляются, когда ты всех убьешь. Никто больше не шумит. Вообще никто не шумит. А, нет, все, увидели. Ничего себе, вы, а вы на террор не заходите принципиально? Там сиктует с этим сархонтом. У них своя атмосфера. ног. Чего, мы их не будем осуждать? Это их личные дела. А можно все-таки пробежаться сюда, да? Спасибо. Запрыгнуть бы на эту крышу, да, она горит. Давай вот так вот закроем. Ты по-прежнему на той же самой позиции. Но она на самом деле если на второй ярус они выйдут, она тоже закроет вот так вот. Вот так вот закроет. Она все закроет. Ой, давайте всех трех снайперов, раз уж пошла такая пьянка. Снайперы решают. Смотрим. Заходит сиктует. Отлично. три скилла снайпера применил. Так вряд ли кто-то их еще применял до меня. Ладно, где вы там? Ну, что? Ну, очевидно, они внутри дома. как бы это уже понятно и ежу. Ну, что-то мне не хочется сюда прыгать уже, там каверов нет. Оттуда вижны нет. кого-то увидел? Увидел, где? Как? Как? Откуда? Как он там? А, ну, ясно. То есть, вот так вот пробежав с угла, мы Архона, естественно, не заметили. Ну, куда уж там нам? Конечно, какой Архонт на крыше? Его же разве заметишь? Молодец. Да, я бы с пистолета на тоем месте пострелял бы. 85. 85, 85. Это как? Так можно не попадать на 85. Кажись, сейчас браток будет отвечать за косяки других. О, хархонки мы можем сейчас устроить. Опа! Ничего себе на шестерочку. Неплохо, так неплохо. Что будем делать? Блин, по лицу посохом больно. хай-тек. Не-не-не, не попадешь, ну тут фул укрытие. Под контроль? Да, конечно, пожалуйста, контролируй, бедолага, этого. Блин, а так и убить могут. Да-да-да, я там же. Так, хорошо. Не хотят они мне брать. Нет, они мне брать. С собой. Я флангую сектоида, 77, крит 40. Нету сектоидам. Ай. Да ладно, вы не видите? Ну, Тейта видит, Тейта все видит. 74. Пиу. Добро. Ну, на этом все, я думал. Как бы тут больше парочек отдыхающих на дороге вместо террора вряд ли мы найдем. Ранили двух леймингов, так что трех. Трех. Федор the best. Отличная шутка. Прямо отлично воровался в чат. Три попадания от Тейта. Процент попадания 73. Ладно, самая главная проблема в этой миссии была в том, что мы летели туда с по крайней мере двумя, даже, наверное, тремя, если хэвика не брать. Бойцами не каченными. Ну, собственно, они и получили ранение. Труп берсерка, трупы, 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 трупы. Доходы увеличились. Значит, патрон делается, да, здесь пауза, исследование долго. В партизанской вообще ничего, да? Вообще ничего в партизанской. В инженерном строить нечего, но можно, например, проапгрейдить станцию, или мы не сможем, нет, лабораторию уже не сможем. Зал теней тоже прогрейдили. Нечего делать. Все лабораторию поставить, но это ж Мария туда вернется, Шишина, как только завершит. А в центре военных переучить можно. Я хотел переучить штурмовика на действие после ранунгана и на двойной выстрел. Но, кажется, как раз у меня аспиранты и ранен серьезно, чем образом. Раненых очень много. Другой спрашивает, да и нет, ни настройки, я же сказал, чтобы они... Да, нет, к сожалению, такой настройки нет. Чатики, увы. Иногда креатив товарищей... Подождите, зачем мне сплавы? Я ж хотел вообще... Я ж собирал разведданные. Вот здесь вот. Жуткое свечение, разведданные. На черный рынок заезжал? Заезжал в этом месяце, в самом начале причем. разведданных реально не хватает. Поехали собирать. По проекту аватара, видите, запас есть. Конечно, не только к проекту аватар привязан, но и к времени, каждый месяц новые... новые юниты, блин. Собрали разведданные и стазис появился у Авы Марии, у психа. Огонь души, которая лечит наполовину нанесенного урона. Псиоген получает смертельный, он погружается в стазис, остается... Ох, один раз спасение, прикольная штука. Ну, гораздо круче, чем там невосприимчивость к яду, огню и кислоте. Кажется, спасение это топич. А, я там контакт недоустанавливал, реально там остался один день. Сейчас я вот этот докручу. Хоп. 61 единица разведданных. Тут контакт реально недоустанавливал. Мне бы сейчас вообще от миссии некоторое время подистанцироваться, потому что столько ранений я получал. Да и броню надо на самом деле сделать. Хорошо. Новая Бразилия. Здесь бонус скорость исследования лаборатории на 20. Это на некоторое время мне это поможет. Контактов нет, но эта тема решается довольно простым апгрейдом станции связи. Есть свободные инжи. Нету. Ну уже и так есть один свободный контакт. Просто инжа поставишь будет еще плюс два. Полетели. Разве данные есть? 160, конечно. Вышка строит что ли? Да, вышки строим. Аватар активизировался снова. Силовая броня 10 дней всего лишь. О нет. так. Выбор из трех миссий. Базовые награды, материалы, доктор и... в смысле ученый и специалист по ивентам. Численность врага, если заигнорим, увеличится. Скрытое событие или время до карательной акции. до террора имеется в виду. Деньги мне не нужны. Ученый пригодится. Специалист не нужен. Давайте я скрытое событие предотвращу. А, там полкан, что ли? Полковник, специалист. А полкан это штоповое звание, да? После майора у нас идет. Слушайте, тогда можно взять... Ну, хотя его все равно нужно качать, поэтому... Ну, в качестве замены очень хороший товарищ, конечно. Архонт, мутон, элитный, элитный, копеечек, привратник, кодекс, андромедон. Спец-то, да. Ну, посмотрим, давайте специалистом. Сектор 13, Сауф-Африка. Да, кем лететь? Там три снайпера, плюс непонятно, кто сейчас будет. А, почему? У меня же два психа есть. У-ху! О, Лисориус. Интересно, Миша смотрит сейчас стрим? Ну, похоже, похож, посмотрите. Ну, лет через 15-20 уже такая седина. Класс. Хорошо. Вместо Дмитрия Михайлова мы не можем взять вообще никого. Снимаем предметы, снимаем броню. И будем сейчас закидывать в первую очередь так. Сеника 55. Ну, слабенько, конечно. О, Лисориус тут. Видишь, что написал? Я не прочитал. Усегда, говорит. Смотри, как БСП кастомизировал. Видишь? Ну, что-то есть, да? Псиоником еще тебя сделали. Я, наверное, возьму даже Псиоником кислотную, кислотную, потому что тяжей нет, а броню пробивать скорее всего придется. Естественно. Естественно. Он не листит пузо на ким. Ну, это же через 15 лет, понимаешь? Пришельцы захватили, стресс, все дела. Репортажи все заказные. Ничего не сделать. Да, сейчас бы винтовочка хорошо зашла. Но у меня скорее всего не хватит. Я не буду винтовку, потому что броня сделается к следующей миссии и на нее мне не будет денег. У Псиоников там скиллов. Норм. Так, Дмитрий Михайлов скорее всего возьмет патрон на крит. Он же у нас молодец, правильно? Да, у нас штурмовичок. Это так. Это так. Раз, два, три. Здоровье. 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 Ой-ой-ой-ой-ой. Персональный боевой. Здоровье тоже Михаилу. Модификаторы по оружию. Шанс действия, хотя это скорее урон при промахе. И можно попробовать быструю перезарядку поставить. Модификаторы у Авамарии кажется остались. Да, у нее три мобильности. А Дмитрий Михайлов здоровьем. Наверное там лучше эти уклонения наверное лучше сделать ему. Здесь больше ничего. Терморезак один делать тоже не буду. Да, я снайпером хотел поменять модули на перезарядку. Проблема в том, что да, шанс мгновенного убийства меняю. Быстрой перезарядки нет. Так, давайте поищем быструю перезарядку у у Петра лисориуса да, более ну важнее снайперам все-таки. А ему дадим хорошо модификаторы все-таки можно тасовать видите как как угодно. А, у Бески же еще есть быстрая перезарядка на двоечку. Окей. Вроде мы на всех трех снайперов нашли модификаторы. да, раз с быстрой перезарядкой. Два свободная перезарядка. И три. хотя у этих меткость тоже такая вообще никакая. Ладно, попробуем эту миссию так отыграть. Четыре иллюзии. Патрон бронь, патрон мэг. Одна газовая, одна обычная. Размер магазина афроамериканки можно дать. У нее вроде был размер магазина. И оптимист поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Так. Хватит терпеть этот геноцид добропорядочных запах и инопланетных партнеров посредством сейфа. Ладно, давай финалку сегодня и начнем настоящий бой. Один на один с добрыми сектой без абуза сохранения. Муха ха 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 и еще только куда зло к нему ха 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 да изи вообще ну правда последняя миссия долгая говорят и сложная ох вообще на Лиссориуса похож сейчас под подбородком классно ликвидировать врагов и да слушайте главное сейчас лут не разрушать плохо расчет конечно же на снайперов учитывая то что тяжи нет вообще делать ну урон никто не наносит кроме них сейчас поехали хотя псионики там Мария Кузнецова Шишина так вижу вижу ну смотрите какая халява во первых мы сразу на возвышении находимся и зона абсолютно открыта и перекрывается снайпами чуть полностью перекрывается снайперами зоны подхожу конечно сначала Дмитрия Михайлов вот ну вроде как все отлично единственное я бы снайперов немножко расставил по углам ну хотя бы немножко расставил бы чтобы они могли доставать ой-ой-ой-ой это гражданские рядышком архонт общается с мутоном о чем-то понятненько значит что у нас есть в аду стазис появился огонь души да безумие майн контроль надо посмотреть еще по резистам кажется мутоны они особо сильно не сопротивляются контролю поэтому стоит попробовать порулить им так и миша идет первым этажом посмотрим мэки ходит так что по доминированию 58 видим только архонта не очень хорошо ладно давай добежим до фулл кавера хотя флангануть могут следующий ход а что мутон сто процентов мутон сто процентов так его и зовут может быть стоит тогда тогда спали давай овервотч поставим остальными кроме дмитрия михайлова ну чтобы он смог если что спасти если фланганут поехали доминируем унижаем оп архон твой враг убей его опа стоять бояться ну правда по нему учитывая защита 25 попасть будет непросто но останавливают останавливают 8 7 ой ребята начали попадать лисуриус попадает какая грязь неплохое начало опа да вообще распоясались еще один пак овервотч надо было угол ставить я не видел когда мутона захватил что должен был догадаться хотя бы одного снайпа поставить на угол у дмитрия михайлов маскировка все хорошо враги видят только мутона и там арею шишину никто не видит поэтому все хорошо постараюсь дмитрия мухайлову оставить но уверен смотрим что скажет а эти не спулины были спулились только я понял это хорошо это хорошо ой еще пак тоже ой 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 он уже в тыл выходит ко мне фактически ой черт а ну спрыгнул окей он флангует дмитрия михайлова держись мутон молодец такой большой такой зеленый так все мимо все мимо скотина вообще ой даже я так не мажу все походили нет милишный пошел давай милишному мутон сработает пассивка давай давай да ё-моё он же может так хопа и ответить ему отвесить эх мутон мой мутон что я могу копье может зайти неплохо но по мутону не плохом копьем надо углами накрывать все вот это вот и уничтожать это раз это двадц сейчас пойдет просто мясорубка и трис а тут вообще не важно мутон приходит в себя может выстрелить но он дезориентирован вот у нее спасивка контратака мутоны могут провести контратаку если напасть на них близкого расстояния а у нас к сожалению контроля нет я могу авы марии попробовать безумие сделать 188 драмедон 58 тогда попробуем его может быть и контроль даже главное чтобы прошел нет вроде не прошел подставляя все понимаете я лучше юзну илью место для него нужно выбирать очень хотя вот оно место смотри какое место хорошее да вот ну все ладно сделай вот так вот тогда мутон побежал нафиг нужно сражаться в такой позиции копье не копье огонь души давай огонь души проверим пыщ такой нормальный директ не мармора ну сейчас на трех снайперов я рассчитываю естественно смотрим еще там так поехали раз главное чтобы патронов хватило это первый обычный солдат пыжал элитный офицер точнее это два не убило но там есть страховка так следующий копейщик скорее всего да вот по центру который так выстрелы физически прям останавливают человека то есть он бежит получает выстрел и так его это еще когда первого копейщика мы встретили помню там четыре человека в него стреляло он там ловил плечом у него плечо назад отодвигается или когда убивают отлетает он прям кофе можно захотелось резко а вот по более серьезным врагам начинается уже неприятные промахи когда это закончится да скажете вы когда закончатся патроны ну куда ты стреляешь вон же он бежит илья держится кстати илья в образе Дмитрия Михайлова как вы видите видимо они свои иллюзии как раз делают сейчас укрытие заодно убей только когда будешь его бить а нет он не смели мимо все нет еще один вот сюда кстати надо будет копьем зарядить кучность очень высокая и урон отличный будет и два психа кстати стоят отлично о как ты увидел ты бах о привстал даже так немножко так мутон пришел в себя слава богу патроны закончились но халявная перезарядка раз здесь можно эммой робертс вообще я бы сделал халявную перезарядку и прошелся бы серии раз два бы снял а может быть стоит просто гренку туда кинуть потому что там еще армора нужно будет снимать гренка есть кислотная улиссориус да давай бросок кислотной гранаты придется подойти поближе да не боись прикроем все будет хорошо главное достать не достанем да как раз из-за типа укрытием по двоим тогда что что сделаешь хотя может и вторую гренку надо было надо будет сделать да потому что это опасные враги восьмерка не хочу бить потому что а почему не хочу бить восьмеркой во-первых потому что не достаю сейчас во-вторых нужна экспо не психом а как раз на что что будешь делать ладно ну убей тогда у этого укрытие плазменное и два армора снять надо укрытие что-то вообще не алё горят но не взрываются так вот он может посопресс тоже гренку кинуть здесь перезарядка халявную тейп ну пройдемся тогда с серией с серией серии ли да серии надо начинать меткий глаз пошли ну правда видит всего двоих это отличная будет серия второго она просто не видит из-за укрытия дальше бьем того ну мимо брони короче бьем с метким глазом чтобы наверняка не нравится мне все этом а и считается как убийство кстати если вы одну фазу андромедона убрали то это как убийство то есть доп действия еще есть прикольно там же дальний в первой фазе еще понимаете в очень сложности или оставить Илью да давайте этого точно добиваем может быть мутона ему подставить хотя мутон хороший перезаряжусь и на overwatch лучше встать мутон давай хорош дмитрий михайлов тоже перевел человека в следующую фазу лут лут после тоже фазы ну понятно повышение получает димка здесь овер а здесь можно и посопрессить да да он милишный какой нафиг сапресс или точно снижается а то и проверим а не проверим постреливаем потихонечку мутоном он побежал там два овера должно быть ну один пистолет на другой нормальный 8 урон там вроде снайпер второй должен ага ой молодцы ой ребята мы просто просто четенько четенько сработали молодцы чем вот он на разведку берем лут дмитрия михайлова мы двигаемся к точке это лут главное чтобы модификаторы были хорошие и модули очень в цене модифицированные лазерные прицелы кажется пятнашечка или десятка все-таки улучшенный повторитель на десятку всего кажется есть прицел лазерный прицел модифицированный или модифицированные улучшенные это следующая фаза осталось пять ходов да тут идти так господи следующий вагон чего переживать по код проблема хотя туретка это не проблема туретка это ваншот любым из снайперов либо это те которые пробивают армор либо это браток который доносит урон по я попробую левым снайпером опять же добить хотя у турели видите защита своя высокая 56% всего с обычного выстрела да они так-то просто ее неточным снайпером убить 72 браток да е-мое да уж а что мутон грянку не докинет да и не должен он давай тоже сапресс подходим мы рискуем сейчас мутоном по факту жалко его конечно но я думаю переживем машина кстати сзади могла загореться вот и все сапресс не работаем дурель я просто не знаю сапресс же в принципе снижает точность нет на 30 . ходит не ходит цель ну и если она будет ходить то ну если нет не она будет ходить если цель будет ходить то ответный огонь я сапресс делал чтобы чтобы точно снизить опа ой-ой-ой-ой-ой какой пак а вот это не просто уже ребят это уже не шутки потому что три хода осталось а тут такой пачок двое две иллюзии есть угол не откатился так псих подключать что ли псих по-любому подключать наверно дмитрий михайлов побежит просто побежит море попробуют подойти вот отсюда рискуем с фланга получить стазис кого мы увидим отсюда никого отсюда никого а вот здесь есть вижу но очень опасный без кавера так что мари константин скорее всего будет кидать иллюзию я боюсь что я последовательность не выдам нормальную по по этим потому что у них уклонение хорошее с другой стороны ничего более полезного в этот ход кроме одиночного выстрела сделать не могу поэтому я пожалуй начну давай минус один скрита очень хорошо получилось повезло дальше 74 по третьему кодексу крит ха 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 минус 2 давай третий уж раз надо пошло 42 36 42 не лучше даже по 36 стрельнуть ну потому что у того броня я даже если попаду я ему урон не нанесу никакой ну хорошо минус 2 в такой ситуации это просто все равно халява можно вдохновление сделать кстати на дмитрия михайлова если мы сделаем вдохновление то он добежит уже дальше главное понять откуда я его буду видеть вроде отсюда даже буду потому что полу укрытие должен увидеть вдохновение да видим бессмертного дмитрия михайлова говорим давай дальше димка и на полходика походим блин не до бегу все CONCENT ну так ты будешь ближе и там укрытие фуловые страта конечно давайте по шарику тут ой я жилюху хотел поставить мишей файл ладно мутон спаси сохрани во славу мутона давайте молимся на зеленого ах и подождите мне же еще тезис может пострелять стрелять она может толку от этого немного хотя 50 на 50 мимо брони если попадет то будет хорошо с критом то ваще один с хитов там еле живой шарик стоит офигевает посмотрите сколько не хитов он смотрите так шарик который ничего не делает напоминаю подходит ко мне взрыв что ли а у я мутона хочет убить ай-ай-ай настоящий по сегодня видите просто достал щупальца и покарал плюс 7 а он высосал типа как ожог души получается димка держись димка нет уху он бессмертный ему думаешь так просто кликух такую дали все закономерно это раз перезарядка павел кузнецов стреляет по кодексу окей 86 захватывает кодекс психами нет захвата только паника слушать а кодекс реально можно захватить попробовать да давайте тогда оставлю эту тему дмитрий михайлов сейчас для начала зайдет сюда есть так следующий ход я туда дойду отлично блин потому что не просто их поубивать всех так ты их и так поубиваешь потому что копьем лучше бжик и все никаких проблем зачем тебе вот эти вот захваты нелепаем ну интересно же под контролем кодекс смотрим на обилки так огонь наблюдение телепорт пси-бомба и способности тела существует нескольких измерений когда получает урон перемещать в ближайшее пустое место и не воспринимаю к огню к яду но в общем так себе если честно троечка лучше ожог души делаю по шарику потому что арморы потому что того все равно убьем дальше берем снайпера скорее всего сначала ему робертс и это же мой кодекс убиваю вот этого обычного 68 скорее всего конечно конечно убиваешь на 68 да ладно что только только ты осталась а как я до такого довел что-то я сделал не так ребят никто так ты под контролем мог ну ладно чтобы зимки не побежал там overwatch а ты но я еще попасть на ну может ваншот один патрон у той был класс фух я так телепортируемся никакого фланга кстати нет только укрытие ой сейчас по всем ауе а просто оружие выводит из строя фух точно же последний ход да я понял да хорош нагнетать давайте сначала взломаем последний ход всем а почти 11 процентов выбил ну типа 90 89 отчет об уничтожении остатков отходов окей так во первых тут взрыв будет поэтому я сначала делаю действие такой раз потом делаю свободную перезарядку 2 и стреляю ориентировочно по вот этому товарищу 83 еще не взорвался гад один хит буквально браток делает в принципе то же самое только чуть поближе к кодексу перезарядка но вижу на увы нет тут пси копьё судя по всему а тут сейчас и будет ой извижно пропал этот я уже забыл куда пускать нулевой удар можно было жок сделать хороший рейндж у него взрывы кстати таков флэш рояль то может спуститься из пистоля пострелять фланга вот я пожалуйста full cover в любом случае оттуда надо валить может иллюзию еще поставить какое давай 88 хотя там уклонение отлично готова пацаны справились повышение повышение третьему снайперу настреляла настреляла смысл человек убили безупречно никого не потеряли никого не ранили все разуплотнили отлично 100 процентов попадания никто не мазал новый рекорд по урону за так почти 9 за за одну атаку изи просто изи секунду я открою дверь все возвращаемся на базу чаще все под огнем был мутон два повышения снайпер а у нее штук и только мишень появилась на последнее звание верный дмитрий михайлов двигается а его хотел как раз милишником делать элери улучшенный повторитель 15 слушайте улучшенный повторитель этот топовый повторитель то есть шанс уничтожить цель ну грубо говоря каждую шестой там седьмой раз модифицированные не не топовый а вот улучшенный повторитель обязательно нужно кому-то дать все-таки одному из снайперов я и спеца получили полкана сразу же гоп-стоп джеймс робинсон ух взлом 80 плюс 20 уже неплохо все-таки протокол нападение буду делать блокировка соответственно вместо скана врача понимаю что стака нет по протоколу лечения но тем не менее тут огневая поддержка тут вечную врач и последнее не было выбора восстановление гремлин летает между членами отряда и лечит по мере необходимости ты как способность восстановления используется один раз за задание улучшение гремлина повышает восстановление дорога . здоровье но это видимо с протоколом восстановления работает разряд конденсаторы отправляется указанный . производит мощнейший электрический заряд нанеся ага урон с оглушение тем кто находится рядом с ним и роботы получает больше ну короче вот это вот беру маскил это да я понял каждого по разу лечит ауе не будем пока по оружию хотя модуль мобильность скорее мы можно поставить сразу же хорош спец что в результате на результате нам нужно возвращаться за коп по а может быть и сюда да ну элери инопланетные сплавы как раз на армор и на новые ну короче мне нужна эта штука для того чтобы когда сделаются исследования по силовой брони были ресурсы пушт и лириума ну 12 что это такое трассирующие трассирующие пули разлом ресурсы силовая это атака базы я предупреждали об этом это ложечка которая пролетала вон она летит на карте смотрите это это да а у меня кажется не сделал не готовы турели им лети 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 садись и о и и о о о о о о о Эльдар также сервера поднимает, когда стримы лагают Та же картина в ЦОДе была, да, в прошлый раз Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу Продолжение следует... Разрешены раненые солдаты, да! Шеф, чтобы не ставить под угрозу важную операцию, мы можем отправить на задание раненых солдат. И тут выходят они топичи, топичи. Крупным планом показывают, соответственно, я узнаю, это Тей. А справа стоит Лиссориус. Да, определенно. Перерыв на одну минуту, я к вам вернусь и будет эпическая миссия защиты базы. Если проиграем, то это гуф, это все, это ре, ну то есть лот и... да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Так, все, поехали Я думаю, не стоит снимать предметы Потому что есть вероятность, что Хотя со мной группу, наверное, надо сделать Да, я, пожалуй Яричо поддержал ваш канал на сумму 100 рублей Тебе жутко повезло Я воевал с максимальным званием капитан На этой миссии гуфнулись четверо тогда А у тебя одни полканы и психи Как всегда, Бобер Лагер Ну, что-то мне подсказывает, что эта миссия триггерится Тогда, когда ты выполняешь миссию Адвента Которую мы выполнили И появился на радаре этот НЛО Поэтому просто Это холодный расчет Холодный бобриный расчет Если, как бы, знаний и скилла не хватает Тут приходится страдать Но я-то тут при чем? Она триггерится в любой момент Рандомная фигня Да ладно, не может быть В первый месяц попалась? Ой, я чувствую, весело будет на Айронмене А что тогда думать? Поехали Зачем там подготовка? Ну, на нас напали Что было? Выбегаем, в чем мать родила? Как при пожаре Самое ценное выносим Кота и тапочки Нам вот эту хрень надо уничтожить Она посылает уже сигналы Гамбли поддержал ваш канал На сумму 350 рублей Воу, 350 Да При защите базы пригодятся все средства Можете кидать с этими монетками в мутонов Чтобы обескуражить их, да? А, понятно Борис Разор поддержал ваш канал На сумму 500 рублей Нифига себе пошло Поехали Экстренный саппорт Чтобы не было обидно Если один снайпер закончит работу в X-Con Да все нормально будет, не переживать У меня маскировка Смотрите, там только что сообщили, что Что будут дропчики Дропчики будут То есть, пойдет десант То есть, а тут еще деревья То есть, мне снайперов лучше Выставить на три разные Ну, учитывая то, что я Могу только догадываться, где Откуда движуха пойдет Пожалуй, расставлю снайперов Ай-яй-яй-яй-яй Миссия не на время Поэтому торопиться не стоит Слева Побежали Ух ты ж, ежик Даже так сразу Классный пистолет на Overwatch Люблю его Ломает мне кавер, а, скотина Классный пистолет на Классный пистолет на О, подкрепа пришла Кто здесь у нас А, один человек Добавился к нам Арцтоцка пришла Ну, как бы тут вообще Практически без вариантов Вы знаете Это раз Это два Травить могут И бомбить могут Ох А есть у кого-то еще А, у Дмитрия Михайлова Есть моя Комментатор Окей Ладно, поехали Не сложная миссия Да Угу Я понял Чемандер Докинешь Да куда там А копьем как Копьем надо было Раньше прикидывать Как ты будешь копьем А, у нас же есть еще тут Майн контроль Прикольный Я бы Щитоносца взял Элитного Потому что Пробивать его сложно А помочь он нам сможет Вообще великолепно Ай 83% захватывает Пробуем Ну, тогда можно Гренку Пусть Еееее Но он только на следующий ход Мне будет халповать Соответственно Здесь кидаем Гренку Так И там кидаем Илюху Илюху Прям Аккуратненько Чтоб Чтоб и не фланганули И он был виден Всем Ну, скорее всего Сюда Большинство Увидит Флангует Максимум Двоем Работаем Все Изи Смотрим Что из этого Получится О, еще пак Ой, какой Дикий пак Ой-ой-ой-ой Это плохо Это плохо Ой-ой-ой-ой Я просто зря Всех снайперов На этих Барсуков Направил Они-то Перестреляют Всех-то Справа А где Третий А, ну Он Он сломал Ковер Просто Капец Ну, все Илюха Не проживет Ну, хоть Милишника Отстрелить А то Потом Маки Будут Твоюж Ребята Где Вообще Снайперы Критании Прошу Отличный вид И только промах Виден Там хитов Не осталось Практически Там Мимо брони Нет, остались Эй, 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 слышит рывок какой-то Ой, там вообще грязь такая Оооох Да Да, ну вообще весело. Ладно, от первого пака предположим, о, мэг, это мэг подкрепа, да, это тот мэг, который позволит пришлось получить доступ к системам, у них сходные ходы, консенсируем поле на отключение ядра. Что ты предлагаешь? А, типа нельзя пускать сюда их? Слушай, у нас тут вообще проблема. Такая проблема. Так, добивание, раз, два, три. Щитовика подведем. Да ладно, поехали. Ой, 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 ой. Я начну, пожалуй, с 82 тяжелый мэг. Отличная серия, Паша, лучший, лучший, самый лучший в мире снайпер. Ладно, это раз. Сто процентов меня. Радует. Помню, что ты-то и пробиваешь армору. Вайпер. Вклонение, может быть. Да, вот этого два. А, то есть они стремятся к этой, к этой зоне, да? Капец, они такие бронированные там. О-о-о-о-о. Погоди-ка. Так, что по... Может, в САЗе загнать. Хотя тут вообще восьмеркой надо как-то туда проходить и бить по всем. Как бы жих проходиться. Здесь, скорее всего, Илья будет. Флэш-рояль. Какая жесть. А можно мне вот этим, да, подойти, щит кинуть хоть? Не факт. Блин, я смотрю, мне страшно становится. Давай из Дмитрия Михайла начнем, у него кавера нет. Там змеи. И МТДОЧ ТОР поддержал ваш канал на сумму 768 рублей. Вижу, что вовремя решил посмотреть, как у тебя дело с пришельцами. Удачи, Чомандор. Да, это ты хорошо зашел, конечно. Так, Дмитрия Михайлову будет прикрывать, короче. Как? Кто? 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 Чёртов, Мэг. Ну тут крит, я хотел этого... Красавца убить. Ну как убить, до второй фазы довести. А дальше он же техника. Я смогу попробовать... Той же... Тей... Его... Да ладно, а что за точность у тебя по нему? Так, почему ты его не видишь? Так, ладно. Кого может ваншотнуть Тейп? Того она видит. Почему она того не убьет за полуукрытием? Может они не помещаются просто здесь? Ну её точно видят. Она почему-то нет. Так, мимо армора. Кого я могу пробить мимо армора? С повышенным уроном. Мутона. Если бы не было щита. А кто дал щит? Вот этот вот гад дал щит. Так. Так, 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 так. Наиболее опасная цель, конечно, самая ближайшая. Кто Илью кидает? Лиссориус, скорее всего. А какой рейндж у этой штуки? Я хочу подвести этого. Понятное дело, что на текущий ход он не успевает. А вот на следующий вполне. Мне бы тот же самый щит плюс 5 сделать. Окей. Место для маяка должно быть за фулл кавером с видимостью от подавляющего числа врагов. Но настолько, чтобы нельзя было флангануть. Или чтобы видели наиболее опасные. Шар, шар. Да, вот здесь будет у нас маячок. Сервис подходит. Илюху закидываем вот сюда. Возможно, даже второй Илья придет к нам сейчас. Сейчас самый опасный момент вообще идет. Так, здесь вдохновение может быть. Может быть копье, но рейнджа не будет. Только подвести, но это сверх опасно. Можно попробовать взять, сделать безумием. Но для безумия нужно будет подходить. Ну или кинуть второй маяк-имитатор. Что мне кажется, значительно более... О, вот так-то я его кинул. Я хочу еще раз поделиться, чтобы там же АУЕ будет заходить. А у меня останется в запасе. Да, останется еще в запасе. По крайней мере, один маячок. Можно прям... Но нет. Так, надежней. Осталось два снайпера, то есть... А, нет, еще товарищ Артстоцка есть. Может подойти пострелять, но тут кучность довольно высокая. Но пострелять поэтому надо. В общем, пострелять чем ближе, тем лучше. Поехали. Хотя, крит, видите, какой убогий. Давай, хоть хиты снимем. Я хочу попробовать добить одного выстрела Тея этого гада. Потому что он же... А, она его как раз не видит. Я понял тебя. Тогда флэш-рояль должны его добивать. Давай. Хорошо. Так, ближайшую... Первый пак мы убили. Вот тот первый пак. Ну, два или три пака, которые появились. Их уже нет. Это хорошая новость. Но... Сможет ли здесь Тей вырубить еще кого-то? Прям... Ну, самое вероятное вырубить вот этого мутона. То есть, если она реально выстрелит и кританет по нему... Ну, этого или этого? У них одинаковое количество хп. То есть, мы сейчас выбираем мутона. Тяжелый мэг, конечно же. А, вайпер же еще есть. Вайпера мы сможем... Если уклонение не сработает... Ну, или мутона, да. Мэг нет. Этот нет. Вайпер. Серия закончится. Там уклонение, скорее всего, будет. То есть, надо мочить... Мочить мутоном. Мочить мутоном. Причем с пятеркой мочить мутоном. То есть, вот так пытаться. 69. Давай, Тей. Попади. Главное, попади. Там уж не важно. Есть. Попала. Жив. Там сколько у тебя хитов-то осталось? Два, что ли? Один. О-о-о. Ну, с богом. Два Илюхи прикрывают нас. Но хэвиков катастрофически не хватает. Подходят мэки. Никаких овервочей. Лаги жуткие. Этот полностью подходит. Здесь столько армора нужно снимать. Ай. Щитовика нужно снять в следующий ход. Мимо, мимо. Хорошо, держимся. А-а-а! О-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о-о-о. А щит стоит вообще как назло. Держись! Там укрытия нету этого же. Это вся. А там еще не ходил. Шар, две змеи. Этот еще не ходил. Не, только не Гренко. Ну, блин. Класс. А-а-а-а. Возьмите. Плонение же... когда псих паникует это уже не к добру о молодец там еще майк резерв резерв подкрепа пришла пацаны без к пришла без к пришла тут такое какая жесть а я могу отстрелить и ногтем из оба я могу отстрелить на сумму 100 рублей уничтожить ростов и не подпускать даже не интересно как чисто в теории если я сейчас вырублю эту тему снайпами и как-то разберусь как ты разберешься как ты разберешься с этими с двумя шарами в один ход ну как psy копье копье и все да и все второй псих не паниковал было бы лучше сделаем щит илью кидаем куда-нибудь вправо все равно один ход нужно продержаться то есть бэска у нас должна просто снимать максимально вот так вот раз и два ас да по каким своим тут нет своих а не стоит стоит снайпер окей допустим сколько нужно хитов снять у него 20 где-то да а вы марии подходим на линии убиваем раз без штрафа павел кузнецов может снять 1214 хватит то есть два снайпера в любом случае должны стрелять тут маяк имитатор точно тут мужчин должны ставить просто хорошо окей с этим понятным с этим более-менее понятным понятным скорее всего сюда стрельба понятным понятно что давай стрелять раз обратном кстати можно сделать серию если бы она у него была мы обязательно бы это сделали так минус нулем хорошо это благодаря вайперу вайпер который дмитрия михайлова окутал все можно эвакуироваться можем взлететь а понятно никого не бросим так так не так не так точно да нет 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 нужно хотя бы частичное внимание привлечь типа вот сюда вот бросить да хорошо ты идешь так кидаешь илюху так отвлекая правый фланг кто спасет димку может артстотском не спас но хотя нам освободить то может но нет тут скорее всего мы два раза бомбим столько да это раз это два дима кто-то написал в чате что дима лемминг слушай он это самый четкий вообще товарищ он даже будучи леммингом герой и им восхищаются все так а здесь то кто здесь отстрелявшиеся снайперы то есть если пытаться и убивать то как то вот вот так вот вниз кема мария уходит это артсоска вообще идет личное начало а с меча блин димку не хочу бросать а Продолжение следует... Продолжение следует... Но мне встать под копьё негде. То есть, либо без укрытия, либо... Да без укрытия, конечно. Как иначе что? Заряжаем. Да, но этого, видите, далеко не хватает. Продолжение следует... Больше хода. Класс. Класс просто. Кто же знал? Не, ну в любом случае я бы хотел переиграть. Димку бросать, это ж вообще... Вот так вот. Надо было брать команду. Основную, нормальную. С парой тяжей. И ни в коем случае не... Не двигаться вперёд до тех пор, пока... Да. Да, на Айрон Мэйне эта миссия будет вообще... Очень-очень-очень классная. О, кстати, на этот раз дали сразу подкрепление. То есть, у нас семь человек. Нет, так и было. Но они, кажется, сами идут в мою сторону, поэтому... Они просто прут. Обязательно копеечка надо взять под контролем. Он сам, кстати, на к нам бежит. Ничего-ничего, наш ход. Справа ещё, пак. Классная миссия вообще. Фулл реализм, ё-моё. Так, окей. Я хочу... Доминирование... А почему... Довольно низкая вероятность. Ладно, давай попробуем. Взяли. Теперь. У меня тут фланги наметились уже. Ну, пару углов я должен будет сделать. Дальними, скорее всего, снайперами. Меня мэк беспокоит справа. А по мэку, скорее всего, я им патронами попробую сейчас снайперам отстрелить. А им патроны это у нас... Ничего себе. А почему так мало снимаешь? Что за урон? Я не понял. У тебя же м-патроны, Паш. Кажется. Ладно. Переживём. Переживём. Переживём как-нибудь. И патроны вроде я брал. Пробивание брони можно сделать. Нет, какая-то хрень. То есть даже меткий глаз с 8... Смотрите, баг какой. Это реально баг. Ты стреляешь обычным выстрелом, урон 8-10. Берёшь меткий глаз, урон всё равно 8-10. То есть как будто... А, при рестарте бонусы миссии не работают? Прикольным. То есть я сейчас без патронов вообще. Прикольным. Прикольный баг. Да, можно с маскировкой добежать. Бла-бла-бла. Это плохо. Ладно, забей. Так. Дмитрий Михайлов побежит. Повер-вотча там вроде бы не было. А, он в маскировке был. Такой косяк, в общем. Так сейчас налажил я. Просто фейл. У меня был без укрытия. Ну, в смысле, не обнаруженный. Сюда Илью. Кидаем. Есть маскировочка ещё. Можно попробовать армор снять. Ну, там будут ещё более серьёзные противники. Поэтому я не уверен, что стоит. Огонь души. Причём без какой-либо там, без вероятности. Да, давай огонь души тогда. Просто фиксированно уничтожает какое-то количество хп. Там 5-7 или сколько. Ну, и может ещё себе восстановить. Так, артстоцка. Укрытие, укрытие. Нужно грёнку обычно попробовать докинуть. Но это тоже подразумевает, что нужно подойти поближе. Пожалуй, не будем. Илью все видят. Должны через 2 общего вида пробежать. Кого-то мы отстрелим. Не, они и так подходят сами. То есть, выходишь ты, не выходишь, они всё равно подходят. Это, конечно, проблема. Ну, маскировка тогда, и эвакуируемся на следующий ход. Бросаем человека. Не хочется бросать человека. Хорош. Попадаем в фулл кавер. А чё, снайперы, кстати, не стреляли 0 к нему? Поэтому, вот, например, стрельнули. Блин, уклонение добежит же, попадёт. Ну, второй снайпер не стреляет почему-то. Там же Тей стоит, вообще. Ну, ясно. Сейчас Мэг Ауе кинет и... А, нет, он так стремится. Ну, наконец-то, Тей решила завервочить. Так, кстати, мы можем захватить ещё одного товарища. Дальнего просто. Ой, вот это хреново. И побежать им вперёд. А можно так же 6 человек мне подослать? Да, пришла одна Беском. Нам нужно этого Мэка убивать. Ситуация, конечно, уже не очень хорошая. Нужно взять этого копеечка. Он, кстати, и так подсветит. Но хочется же бонус. Так, добиваем, добиваем. Надо сделать так, чтобы была серия с выстрелом по последнему. Начни её просто. Это раз. Тут Мутона можно захватить. С хорошей вероятностью. Они же не сопротивляются, нифига. Единственное, не забываешь, что тебе Мэка надо убить. А Мэка без патронов тебе убить проще всего будет нулевым ударом. Так, ладно. Давай-ка снова Тей тогда. У неё там есть вторая цель. Это два. Ну, 81, если попадёт, то будет два. Закончилась серия. Ошибки, ошибки, ошибки. Так, подумай, как ты будешь этого убивать. Ну, допустим, ты сделаешь гренку, да? Постреляешь, скорее всего, по нему. Ещё броню сломаешь, урона нанесёшь. И кто-то добьёт. И ход мы протянем как-то. Гренки, которые критуют. Люблю их. Да-да-да, я понял. Давай ещё разок. Решили вопрос. Один ход протянем. Так, здесь должно быть безумие. Безумие, возможно, на мутоном. Мутона проще всего захватить. Чёрт, Андромеда, он ещё живой. Мутона дальнего. С пулем пак. Да и так мы с пулем, скорее всего, пак. Я всё равно не готов на этот ход убивать. Давай щит тогда сделаем. Подойдём. Для начала. По большинству достанем в этот ход. Отлично. Не ходил Дмитрий Михайлов бессмертный. Может порезать обычного. Но обычный-то ладно. Не беспокоят правые. Психам не хочется тратить маяк-имитатор. Скорее всего, тогда Лиссориусом его потрачу. Вопрос. Кто опаснее? Эти товарищи или те? А на равном удалении за фулл-кавером сможем поставить? Не сможем. Вот здесь вот. О, хорошо. То есть увидит и тот, и тот, но не тот. Ещё бы отойти. Чтобы да, вот так раз. Лиссориус вроде один из оптимальных ходов сделал. Фух. У братка. Может быть последовательность, но фиговая. Последовательность очень. Если он убьёт одного и всё на этом всё закончится. Тут хочется критануть по Андромедону. Дмитрий Михайлов, наверное, так и сделает. Ну хочется прям критануть, понимаете? А так он не выйдет. А так крит будет небольшой. Только так зайдёт хороший крит. То есть мне нужно будет этих убивать. окей, ладно, поехали. Ну сложно, конечно. КП у него столько. Критуем, слава богу, но армор дичайший просто. Ну сейчас уже последовательность из двух идёт. У Брэд окей. Возможно, Илюху второго поставить надо будет. Ещё товарищ в Шартстоцком. Можно было, кстати, Гренку предварительно закинуть. Пульта у меня нет. Сейчас постфактум Гренку кидать это очень жалко. Хотя и нужно. Можно было тоже Артстоцку увидеть куда-нибудь влево. Хотя в идеале нужно находиться всем в зоне эвакуации. Так, теперь серия пошла. Ой, какая у тебя вероятность, Паша? Паша, Паша. Паша, это провал. Даже и продолжать-то не хочется. Ладно, 70 хорошая вероятность. Окей. Щит сняли. А давайте всё-таки угол сделаем тогда сюда. Это всё равно действие, правильно? Правильно. А вы Мария. Подходить сюда не хочется, потому что есть вероятность спулить. Надо уходить за кавер, но желательно так, чтобы да. Будут бежать сюда. Нужен контроль. Контроль за мутоном спулит новых товарищей. Если не контроль, то что? Стасис. Стасис на шарик. Пусть ничего не делает. Да, давайте так сделаем. Закрытие не ушёл. Ну, бас. Зетбилдер, я в курсе такой темы, я не хочу никого пока отдавать. А, это же ещё полхода оказывается. Стасис на полхода. Может, мутона всё-таки, а? Давай мутона, здоровенного мутона, ближнего. Егор, 341 эксперт. Ещё раз говорю, я не хочу никем бежать вперёд и в три хода проходить эту миссию. Мне интересно, можно ли вот вот так вот посражаться. мутона под контроль не удалось взять. Дезориентирован просто. Ну что, Overwatch? Скорее, да, Overwatch. С Богом! мутон паникует. Жалко, я по рулевым. Ну, они идут вперёд, да. Овер от снайпера, скорее всего. А, это от Паши. Ну я без патронов, это вообще какая-то хрень. То есть, сейчас бы у меня Паша тот же самый бы урон нанёс, но, например, урон от Т был бы другой. Промах. Ашар, кажется, просто на рывке идёт сюда. Ещё пара змей. Класс. Андромедон, к Илюхе. Бесконечные паки на миссии? Да нет, 27 человек вроде. Просто они идут на тебя постоянно. Илья держится, молодец. Неплохо. Ни ранений, ничего. Но проблема в том, что справа реально уже народу прилично собралось. Копьё хочется заюзать. Но копьё как-то совсем... Ну, не получится его юзнуть толковым образом. здесь такая линия неплохая. Если удастся добежать сюда или сюда психом и спалить ещё новое марию, скорее всего. Слушайте, а у психо скиллы... Все скиллы половинку хода отбирает. Потому что не подписано, что статис, например, пол хода. Так, 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 так. Ладно, этих двоих можем типа прострелить это раз. Ксор, ещё один. Ну, я не хочу помучиться. Зачем мне пробегать, убивать и улетать? Я хочу вот с этой хренью попробовать как-то справиться. там же иконка при касте появляется. Сейчас проверим, кстати. Какая иконка? А, понятно. То есть справа, если заканчивает, вдохновление заканчивает, нулевой тоже заканчивает. Всё заканчивает. Так, блин. Я бы хотел избавиться от вот этой троицы, перегруппироваться и два раза копьём зафигарить психами. То есть мне нужно посмотреть, кто из непсихов способен... О, Беска, кстати, может, наверняка. Беска это, конечно, может. Наверное, даже должна. Но укрытие немного не позволяет действовать. Правда, если Дмитрия Михайлова отвезти, им, скажем, забрать этого товарища, маяка у него всё равно нет. Поехали. Крик, хорошо, Димка, молодец. Забавляемся от пацанов, которые слева. Щитоносец, щитоносец, щитоносец. Точность у него, конечно, хреновая. Если вплотную подойти, может и получится. опаснее, Андромедон. Да, так. Слишком много урона для одного. Блин, что же я сделал? Я же хотел тут гренку кинуть. Капец, такое не очень. Барцот скилл убить не хочется. 7-8 урона. Так, а Беска может всё-таки закинет тогда сюда. Да, здесь выгоднее получается. И змею заденем. Да, вот так лучше. Слабо победить рекорд чувака с Ютуба, который бил на этой миссии 200 плюс Эллина. Да ладно! Всё-таки Бесконечная? Попробую попасть, чтобы Армор разрушен и утонут. И тогда его Артстоцка точно ваншотнет. Бесконечный, говорит. Блин, меня опять манули. 27 человек, и как бы надо справиться. А кто маяк-то юзать будет? Снайпер, скорее всего. Ну, явно не псих. Псих, скорее всего, подходит сюда. Линия вырисовывается на троих. Неплохая. Убиваем змею, пробиваем мимо Армора. Отлично. Лиссориус хотел бы сделать так же, но, боюсь, не получится. Если только подставляться направо, но это как-то неправильным. Элитный, скорее всего, подходит вплотную вот сюда вот. Ну, не вплотную, а под кавер к мутонам, чтобы поточнее, нежели 65, попасть по нему, и чтобы не тратить ходы. Арцтутска, соответственно, стреляет, поэтому... А, это уже вторая фаза. Прикольно. Что-то подумал, что еще первая. Отсюда шанс их сплэшем задеть будет не выше, чем... А кто умер там? Хотя вот отсюда, но я по-своему попаду. А так есть шанс. Давай попробуем. О! Есть! Чутка осталось добиться, но там вроде снайперы справятся. Снайпер! Павел Кузнецов. Что второй должен как бы маячок кидать по-хорошему. А, не, он пришел в себя, смотрите, вон. Он встал. Гад. Люблю эти баги. А почему вот реально тут нет разницы между уроном? Не то, чтобы эти не работают патроны, не работают еще и просто обилки. А, из-за этого, скорее всего, и угол не работал у меня в первые разы. Ну, то есть, вот сейчас он не работал. Хотя у другого снайпера вроде работал. Короче, смысла нет делать меткий глаз, потому что урон не возрастает вообще. Видите? Фигня выходит. Фигня. О, ты сплэша, может, своего убьешь? Там же взрыв. Нет. Да, убил. Отлично. Ну, браток тогда по любасу. Не, не по любасам. Может, стоит убить вайпера, чтобы он не утащил. А под этого поставить люку куда-нибудь направо. Да, только вайпер выживает. Скотина. Давай сюда тогда маячок. Шарик же мейт-контролится. Так там 38%. Такой мейт-контроль нам не нужен. Паника снята. Ох, сейчас еще если мутон будет первым ходить, а он будет первым ходить. Ох, сейчас флангануть может иллюзию мне ваншотнуть просто. Держись. Главное, чтобы змея не это самое, нет. Ну, е-мое. А, это нормально. Это побежит сейчас мимо всех. ой, кислота там развелась. О, подкрепа пришла. Аспирант пришел. Молодец. Здесь прилетят. Окей. на следующий паке далеко, с этими тремя мы справимся. достреляй. Достреляй. Жалко, что обилки не работают. Это прям очень сильно усложняет задачу. Давай, два. живой. Так, а сколько у нас строчка отнимает? Все как раз, да, скорее всего. Давай, тогда так. А, кстати, кислота не подействовала на тяже. Блин, один хит, ну. Кто у нас там один хит может поснимать на язычах? А, вот, джнет же есть. Это раз. подбирай. Эта кислота мне не нужна. Погоди, вот так вот лучше. Да, какое? Даже, наверное, так. да. Почему, как, как? Все, понял. Разобрался в середине игры. Как надо было делать. в середине, ловить. Это последний командир. Мы взяли остальные хостелы, опасаясь. Ну, вроде норм. Да, твои ж... Ну, ну... Давай, ладно, давай на кнопку нажму, раз ты... Правые кнопки не это самое. Игнорируешь иногда. Перезаряжаемся. Овервотчим. Овервотчим. Да, надо бежать вперед. Бла-бла-бла-бла. Уничтожить моих. Бла-бла-бла. В три хода мог. Бла-бла-бла. Очень интересно. Спасибо за... За... Ценные советы. Столько экспы сейчас припрет. Просто... Просто заходит, пацаны. Заходит. Стелс. Конечно, все, стелс. Все, стелс. И я побежал под стелсом. Я подкрепу жду. Что у нас тут? Мэг и мечник. Подходят. Что-то их маловато. А вот уже лучшим. Воу-воу-воу-воу-воу. Пошли овервотчим. Молодцы, ребята. В кислоте аспирант стоит. О, молодец. Дмитрий Михайлов попадает. Ребята, стреляют. Тей попадает. У тебя бронебойный. Какая броня? Ну, ё-моё. Этот наш щитовик. Воу-воу-воу. Хорош. О, это броню поломали. Вверх не пойдут? Не пойдут. Окей. Здесь у психов в откате скиллы. Илюха только есть. Но они в в чистом поле. Учитывая это кто? Это обычный, да? А, этот мечник, да? Ну, Мэки, конечно же, Мэки топит. Я бы Беской снял армор. Причем даже не знаю у кого. Что даль не добежит. Ты никого не видишь, да? Да, давай сюда лучше. Фулкавер. Перезарядка халявная. А может, ты не халявная? Я же модуль мог снять. Да, не халявная. Ты снял армор. Давай тогда мы тебе вдохновение дадим все равно. А, ты его не видишь, да? Ну да, он же за двойным укрытием. Стасисом можем выключить одного. Девяносто. Ты стреляй. Первый Мэк. О, у тебя есть... Да, давайте сделаем такой вот уголок. Михаил Лисецкий особо ни по кому не попадает, увы. Может, ничего не попишешь. Надо это щитоносца подводить вперед. Вот пусть он воюет. Он, конечно, ценный, но не настолько чтобы... Так, я с пулей еще кого-то... Давай сюда на полхода, просто тебя будет видеть все. И постреляющим. жалко, жалко. Жалко, жалко. Так, 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 так. А если Стасис? Точно не на копейщика. На тяжелом Мэка вполне вероятном. Лисориус никого не видит. И вряд ли он на овере постреляет лучше, чем сейчас. Но подходить сюда и толпиться, учитывая то, что Мэка вряд ли убьем. Это неправильно. Вообще, я лучше сюда ему отойду. Потому что артиллерийский выстрел будет и... О, хорош. Попал. Димка-то попал. Попал, попал, попал. Попал, попал. Илью пока не тратим, получается, да? Ну да, просто стреляем. Молодец. Блочить его, соответственно, мы уже не будем. Остается один Лисориус. Которому, ну не ясно, что делать. Подходить ближе точно не хочется. А, он может огонь души сделать. Не, не может. Нет доступных целей. А, может только по био. Чисто в теории он бы смог задеть милишника или слева солдата. Но подходить под гренку тоже особо неохотом. Поэтому пусть Лисориус лучше чуть назад отойдет. И овервотч. Ричард с тоцком. А, давай. Ну что, и ход. А, нет, еще Аспирант. Господи, еще же Аспирант. Может, добьешь, а? Подойдем чуть поближе. И поэтому постреляем. 66% что убьем этого мэка. Хорошо. Осталось 3 человека. Ну, в рамках этого подкрепления. А что Тей не стреляла раньше? Давай овервотч. Не показывалась она раньше. Щит закончился! О, нет! Солдат на овер сейчас должен попадать. Даже на 2 овера должен попадать. Ну, учитывая то, что Тей не попала, скорее всего, он он добежит. Таким. А там Лисориус, он еще менее точный. Хотя модуль помогает. Это снайпер. А, он просто на точку рывок делает. Я понял. Просто А мэк с рывком. Мэк тоже с рывком, судя по всему. Поэтому, кстати, я не попал снайпер. Потому что что в первом экскоме, что во втором, если цель именно бежит, делает рывок, то метка снижается еще на 20 единиц. Да ладно? Нет, 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 он не смог. А вот милишный милишный добежит, наверное. Ранит его на девяточку. Ну кто-нибудь еще? Тейтам, ты же можешь. Ай, мой щитоносец. Все без сознания. Может, не подкрепу дадут в этом ходу? Да, есть. Кто это такой? Что за штурм? Сережа приехал. Может, доминирование пока не поздно. Возьмем там так, ну в смысле безумство, безумие. Да, давай. Просто дезориентациям. Трочка, скорее всего, на элитного копейщика. Мека расстреляем. Только начнем правильным образом с бэски. потому что армор-то должен кто-то снимать, Правильно. Сейчас проще будет. Бах. армор-то still holding. До вас. Ее как раз качать нужно. Дима Михайлов, учитывая то, что у него нет патронов, побежал с мечом. молодец. Молодец. Перезарядка. Угруч. Перезарядка. Вот справились же, справились. Справились. И Сережа тоже повоюет немножко. тэйбэ. Тэйбэ я поближе подвел. Пусть полуукрытия, но зато она не будет тупить. Еще. Ну вот эти вот штуки бесконечны. То есть первые паки, которые побежали на меня, а дальше будут... Я понял. Кто побежит у нас? Арцтоцк, скорее всего, с маскировкой, правильно? Звук трещит у меня. У вас не трещит звук? Это моя проблема. Маскировка и под фулл кавер. Вот что, снайпера не видит ничего? Не видит. Трещит, говорят. Ё-моё. Может быть, это, кстати... Давайте я сохранюсь и игру перезапущу. Хотя не факт, что в игре дело. Но похоже, что в игре. Потому что, видите, в меню не трещит, а когда внутри уже трески идут. Я думаю, надо снайперов доподводить. Пусть этот ход они потеряют, но зато в следующий постреляют. Прилетает. Столько. Вижу офицера милишника. Все? Закончились солдаты у вас? Ага, у меня тоже на этой миссии были проблемы со звуком. Понятно. Слышишь там? Как будто... Так, и здесь еще одна. Но это не сейчас, на следующий ход, насколько я понимаю. Так, вопрос к снайперам. Достают, не достают? Не достают. Может, у Артсоцки нет вижена? Есть вижен. То есть, по сути... А может, обилки у снайперов не работают на общий вид? Это, кстати, скорее всего. Скорее всего. Ну... Что, придется двигаться. Елочки блочат обзор? Да ладно. Ну, я проверю тогда, окей. Где меньше елочек? Справа как раз меньше елочек. Блин. Так, давай свободную перезарядочку и шестерку наверх. Ты можешь спулить и тех? Нет, тебе хватит, я думаю, на это ход. Думаю, не стоит. Здесь ханкерим. серёжа подходит, тоже, конечно же. Аспирант, кажется, с них бежал. Ну, ладно. Прилетает ещё подкреп, это с правой части. Это посерьезнее будет с мэком. Работаем. Работаем. Ой, очень хорошо, хорошее начало, потому что по мэку начинает бэске стрелять, это и минус армор, и метка, метку поставили. тем не менее, промахиваются, пацаны. А мэк, кажется, нет, мэк просто разбегается. Хорошо, Дмитрий Михайлов на семёрочку уроном. Тут снайперы ещё должны по... Давайте, 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 ребят. Ну, хорошо. Слева ждём гостей. Чё, проверю вижн у снайпов. Они не видят. Никто, кроме Артсоцки, не видит. Я думаю, пулей просто нафиг всё. Просто этих двух снайперов использовать как угловых и прорываться к маяку как в реальной просто жизни. Каждый день к маяку прорываемся. Артсоцку сейчас, правда, спалят. Она ж не мажет, она же может с этой же позиции долбить. Долби тогда. Может, мы воодушевлением тебя ещё? Ну, вот даже второго действия не хватит. Но эти спулятся. Сейчас. Посмотрим. Снайперы чуть не постреляли нифига. Ой, браток, браток, браток. Что же делать-то в такой ситуации, а? Неприятная ситуация, на самом деле. Чисто в теории я отсюда буду... А смогу я... Да, давайте так сделаем. Я отсюда поме постреляю ещё по маяку. тормозит реальная миссия. Слишком высокая нагрузка. Ещё один выстрел. Лиссориус копьём. Водушевление есть, вдохновение, да? Мы можем сделать стасис. Невзявимость ко всем атакам. Нет, 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 нет. Или стасис плюс Илья. Да, давай, стасис. Илью поставим куда-нибудь сюда. Крепитесь, пацаны. Тут серьёзная нагрузка идёт на компьютер. Да, здесь будут видеть всем Илью. Вообще, дым с Ильей хорошо сочетается. Зачем тебе протокол защиты? Ты можешь просто задымить его и всё. Так, Павел Кузнецов может убить, да и убьёт. просто этого Мэка, если попадёт 84. Не буду я серию делать, потому что, ну, ради одного Overwatch'а серию делать, это как-то странно. Лучше оставить серию после работы двух снайперов с углом. Что, Димка пойдёт? А смысла идти нет, на самом деле. Смысл сейчас сидеть на овере? Есть. Потому что некоторые люди не выдержат и пойдут. в атаку в атаку. С Богом. Я надеюсь на снайперов, которые должны типа работать. Но они, судя по всему, вообще ни черта не видят. Раз уж Андромедон пробегает абсолютно спокойно. А, вообще, вида нет. А, ну да. Это объясняет и то, что они из позиций понятны. Но это плохо. Баги, баги, опять баги. Придется сейчас эвакуироваться срочно. Держимся. Держимся. Их на самом деле убить будет достаточно сложно. КП много и Архонты как бы они плотные сами по себе. Все. Илюхи нет. Илюхи нет. И тут еще мечник, правда, потупил. По нашим сейчас будет стрелять. На Арцутске метка, но вроде никто не ходил. Все уже, никто не будет ходить. Ну, кроме него стрелять будет. Да. Ой-ой-ой-ой. Плохо. Ну что, Арцутска понимает, что она ранена, что со врагами так просто не совладать. понимает, что нужно сделать. Хотя она и так попадет без пафоса. Да, она делает этот выстрел из последних сил, можно сказать. На ней метка, все плохо, жизни нет. пацаны, одна проблема, мы своих не бросаем. это не проблема, этот принцип. Поэтому сейчас будет Аркада. Аркада, причем Аркада без Илюхи. за Арцутску. За Арцутску! Блин, Бесса, должна была попасть. Вдохновение все равно не поможет мне. там пол хода даст и всем. Тут надо действовать по-другому. Тут нужно красиво отдаваться. Реально, у снайперов нет общего вида. Ну что это такое в общем? Сережа. Ладно, так будет нормально. Давай, Сереж. Хорош. Хорош. Пошла, Зарам. Ты не можешь уходить от моего силы. Снайперы такие не очень. Я в шоке. Были бы снайперы, просто разуплотнил бы нафиг. Но нет. Ладно. Вопрос, как Лисориус будет действовать. Надо было вообще вот сюда подойти. Я неправильно сходил. С этой точки он ни по кому нормально не постреляет. Здесь укрытий нет таких, чтобы можно было то есть либо огонь души, либо до свидания. Но огонь души нанесет слишком мало урона. Погоди. Браток может стрелять только поэтому по Архонту. Стреляем. без обелок, без патронов, нифига нет. Мажем. Дмитрий Михайлов, аспирант. и снайперы, которые типа могут заувервотчить, но этот оувервотч нафиг никому не нужен. С пистолета может пострелять Тейм. И флеш-рояль тоже надо переводить. Постреляй, да, постреляй. Блин, 79. 79, ну ребятушки, ну, что же вы творите-то, ну. 54 попали за там. И есть справедливость в жизни. Дмитрий Михайлов. Ранангана нет. Укрытия нормальных нет. Отсюда только по Андромедону может пострелять. по Игранату я сюда славлю, я чувствую. А выбора нет, надо прикрывать. Димка Михайлов бежал вперед. Хотя крита, нифига. На мечом вообще фигня выходит. Лучше дробовик. Хотя 6-8. 5-7 нет, там не хватает. Огонь! Хорош! Штравмы из прошлой войны просто. Фух. Аспирант, конечно, может врубить вот эту свою, своего жнеца, но я же должен как-то ХП еще снять у парочки. Ну, только отсюда я Лисориус подставляю нехило. Ладно, Миш, прости, если ты слышишь. Но партия тебя не забудет. Да. Хорошо. Подвели Дмитрию Михайлову две цели крупные. Жнец. Нет. Да. Это раз. Аспирант побежал. Раз. Ай. 71. Пробух. Да что ты делаешь? Проваль. Это проваль. О боже. О боже, они все умрут. Артстатском. Пошли бафы. Сила воли, меткость. Сейчас у меня много бафов, я чувствую, будет. Мясорубочка. Подгорел, Архон. Держись, Аспирант. Хорош. Сейчас фланги, правда, будут. Чертова метка. Там еще двое будут. Ай, капец. Уклонение сработало. Но хп вообще нет. Там еще сзади копеечек. Но он тупит. Хорошо. Стыкает кровью. Бонусы дайте мне за это. Димка, что ж с нами стало, а? Димка, что ж сзади копеечек. Блин, эти... Короче, если бы во втором трое у меня снайперы нормальный общий вид имели, никаких проблем вообще бы не было. Капец. Такая багнутая игра, так бесит. Уже изгаляешься, как можешь. Ну вот, у них нет общего вида, просто у снайпов. Просто красавцы. Ладно. Эвакуируемся тогда. И тем не менее, я все равно справился. маяк мечом, как резать, если там... если он не добегает. Пытаемся артсоцкого вдохновением спасти. пробуем свалить. эвакуация будет все-таки эвакуация будет все-таки наверное, полхода действием, да? это снайперов. Это снайперов я лучше увидел от них толку. Реально, три снайпа и как бы ни хрена общего вида нет и до свидания. Сережа, кто вообще-то бежит на язычах? Я вот беспокоит псих мой, который может не убежать. который только что юзнул ход. Да ведь артсоцкий все равно не уходит далеко. Жалко ее. Она была так молода. А, кстати, ее... Она может быть в плену, реально. Если б я добежала, если б я вдохновением не парился бы. Реально. Да, и еще баг на овервотч. Ну, вообще, я обожаю эту игру. Конечно, эскейп надо тебе сделать. Нет. Ну, овервотч не ставится просто. Ах, хрен с вами. Да, тут не промахнуться, в общем. мобильный скрипт шанс, меткость. Все получили бафы. Куда это ты? Что это? Что это? Так, я не видел такой обилки вообще. Какие-то перья у него пылающие. Выбери любую обилку, потом эскейп бак снимется. Я понял. Короче, Машку уводим. Пытаю пробовать навести. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Какой контроль над разумом потерян? Что там? Короче, потеряли одного, ранили одного, но миссия очень классная. Очень классная, очень сложная. Ну, то есть, потому что сразу бегут, необычные по механике, но видите, баги, баги очень подпортили нам жизнь. Очень подпортили жизнь. Ну и, конечно же, на эту миссию надо было все-таки 6 солдат первых правильных выбирать, чтобы было проще. 135 убито. Два ядра Иллерия. И один день до защитной матрицы. Если бы это успело сделаться, штука, у меня были бы турели на этой миссии. Ах, что такое не везет? И как с этим бороться? Защитная матрица готова. Посмотрим, что. Эффективность защитных турелей можно повысить. Я, наверное, добавлю инжа все-таки. Плюс 4. Собрали сплавов и очень много Иллериума. Ну, для меня это много. 76. Так, 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 так. Вернуться в штаб быстрое лечение нет. По бойцам. Сейчас на миссию у нас следующую полетим. Как только сделается у нас желательно силовая броня. Это 6 дней. И как раз бойцы. Ньютон нам не нужен. Марию Шишину и 5 дней. Следовательском отсеке. Да, это понятно все. В зоне испытаний продолжают фармиться боеприпасы и гранаты. Лисецкий учится. Нужны ли мне сплавы? Может, на черный рынок сли... А, два дня осталось. Давайте в штаб вернемся. Сейчас же за бабло можно будет купить солдат или... Может, на черном рынке заразвед данные что-нибудь ценное? Ну, какие-нибудь модули за 40 я бы купил, конечно. Быстрое лечение поехали. Михаил Лисецкий черный разлом взрывное носящее урон находится. Могут обезумить. Безумие это дефолт пси-аура не надо блокировать ментальное воздействие есть противника из взрывчатка может подрывать дистанционно запал беру запал можно взрывать дистанционно взрывчатку там у мутонов и солдат так, а вот и ресурсы подвезли ну, хорошо доктор и полковник Донг Чен ивенты карательные две недели объем поставки припасов на 50 разведан не возьму пришли пытаться обратиться к бедствия отправляя крисолидов на каждое задание в течение месяца крисолидов ненавижу хорошо, что я открыл так, материалы пока игнорим заходим в штаб рейнджер дон дон чен у себя на родине заработал своими действиями это тот самый чен что ли нет нет это не тот чен короче я возьму точно ученого и пока все на черный рынок нет нельзя лететь на черный рынок не ну надо заглянуть хотя бы понять что там это как да я с донгом испытал просто герой первой войны как бы из Китая так труп безликова труп вайпера ядро эллирия дай продадим труп безликова они тут ранжируются хорошо ядро эллирия продавать не буду купить ультра скорость улучшенный расширенный магазин ну кажется у меня уже есть три штуки вскоре исследование можно силовую броню но оно там уже и так не нельзя разве данные сейчас тратить пацаны потому что мне нужно следующий вот этот регион подключать и на эту миссию лететь собираем получается ресурсы делаем силовую броню и летим подключать следующий регион или ретранслятор доделываем кажется мы ретранслятор не доделали ресурсы быстро да три два один а вы знаете мы можем ой коготь второй хорошо это ж крит боеприпас при попадании распадается 20% шанса и урону при критических это штурмовику конечно в первую очередь но тем не менее я могу в общем-то вот это задание взять тоже типа типа нужная но в любом случае мне нужно будет сюда уходить давай к ретранслятору а зачем мне рейнджер дизистайл я даже под вопросом не аспирант следующей миссии опа аватар что там доделал опять что еще единичка да я дойду не беспокойтесь все хорошо не кипишуй мне все под контролем есть силовая броня так можно взять броню надзирателя костюм призрак в зоне испытаний и боевой костюм тоже в зоне испытаний броня овладев секретами элерием мы смогли создать идеальную боевую броню комплект силовой брони хранитель отличается непревзойденной прочностью и универсальностью поможет нам противостоять нам противостоять неустанно наращивающему свою мощь врагу боевой костюм это соответственно для тяжи костюм призрак теоретически перемещаться в физическом пространстве весь генераторы легкая броня кристаллида вскрыли сразу же адский узор а это еще что там добавляет солдат здоровья способен на сеть ответный урон противникам атакующим в рукопашный а также сто процентов вероятностью поджигает их ну это топ-1 для штурмовика такая халява даже мясорубка не нужна что или наоборот нужна так штурмовая лучевая лесом сектопод привратник разведданные а сектопод это гремлин стоп-стоп-стоп я сектопода конечно вскрою гремлин это нужен теперь срочно в зону испытаний и костюм призрак материалы сплавы 8 дней боевой костюм 8 дней вот эти вот две вещи нам нужно сделать лири ладно материалы потянем ядро есть сплавы есть кристаллы есть хорошо призрак важнее я думаю учитывая то что он пойдет и штурмовикой и снайпером а это по одному костюму капец это ж каждые твари тогда лучше боевой взять для тяжа а потом еще одного призрака там еще одного призрака да давайте я даже гренку отменю и боевой костюм повыше слушайте у нас тармор все равно появился правильно базовый тармор появился да сейчас мы только осознали что что-то можем а базовую броню нужно купить в инженерке производство здесь броня так вот это надо было делать в первую очередь во первых так а если я отменю мне все вернется да точно отменится есть жесть такая же жесть просто ну как так адский узор еще надо будет сделать броню надзиратели сделали в обтяжечку аспирант заценил ну и я возьму адский узор пойдем посмотрим что за армор то в результате получается обладает двумя ячейками для снаряжения ну это как бы стандарт и разница в бронька по умолчанию единица и здоровье плюс 2 очень хорошо вместо гренки возьму здоровье 2 шанс загореться 100 огненный контур автоматически носят урон атакующим ближним бою подобавок прямому урону атакующим близкого расстояния может с некоторой вероятностью поджечь и вывести из строя стопроцентная вероятность какой некоторой даем ну короче штурмовика я беру безусловно безусловно дробовик бы сделать еще но не хватит на это дело так ну а сейчас на миссию все готовы ньютона мы не берем пофиг полетим я не могу простить снайперам просто 225 материалов 18 человек элитный 4 кодекс сектопот тяжелый мэка вайпер элитный изи это квестовая тоже миссия точнее сюжетная так скажем да проект аватар кого я возьму с собой возьму только одного психа а вы марию дмитрий михайлова убираем аспирант оставляем пока что бэск уберем гренадера так давайте я уберу этого снайпера и возьму второго хэвика так без ракеты правда ну ладно снимаем предметы потому что там балаган творится нужно менять же а не я не могу же хэвик не очень хорошо зайдет потому что рокета не будет получается из-за нового армора так что уж лучше давайте специалистов все-таки одного возьму не понял а пожалуй да пожалуй проще старую просто взять правильный старую взять вы правы ладно тогда действительно возьмем хэвика тем более его качать нужно грен правда нет в достаточном количестве по улучшениям стоит пройтись по крайней мере не ну не у снайперов один Илья всего один Илья почему так потому что аспирант да ладно от Ильи надо отказываться у меня был кажется улучшенный повторитель который я хотел затестить вместо быстрый зарядки 15 мгновенный убийством метка сейчас плюс 15 я думаю хэвику надо дать нашему чтоб бронь пробивал гарантированно а урон при промахе как раз не очень нужен лучше уж либо размер магазина либо быструю перезарядку для хэвика учитывая сапресс а у аспиранта что по модулям ой в смысле по улучшениям оружия шанс крита и доп действия ладно оставим так пока покажи меткость хэвика со скопом у него не очень высокая меткость 74 плюс 15 и кстати да возможно стоит гарантированный урон потому что метка важнее хотя вроде метка ставится даже если да любой выстрел там не обязательно попадать ладно поехали разберемся на месте 18 человек 18 довольно много исследовать производственный комплекс адвента захватить инфу и эвакуировать солдат один илья у меня с собой вроде двоих брал такой доспех конечно ой слушайте реально у тэй да у тэй с этим с братком просто мобильные костюмы им-то не нужно им нужно мобильность а не армор прилетели ничосе как далеко идти жалко я спеца не взял консилд сразу имеет смысл наверное прыгнуть сюда подходим бэской раз сразу видим первый пак не хочется снизу стрелять но я буду действовать в этот ход нет нельзя так почему нельзя все можно да может майн контроль сразу на щитоносце он мне очень поможет да наверное я так и инициирую обраток ничего не может кроме эвакуации ну что ж такое все начал можно переключаться так хорошо ладно это же щит это щит элитный щитоносец поехали я поставил то угол но после табуляции никуда не уходило от братка понимаете то есть я жал тапа он не переключался на другие все заметили сейчас все пархоны должны стрелять зачем я угол поставил если я позже решил захватить понеслась поэтому я не хотел снизу стрелять особенно пархону которого там еще 25 ох там еще офицер не круто а я могу действовать ничего себе мой ход свезло так свезло ну че мужики я сюда отступаю выходит щитоносец щит делает архонт летит овер срабатывает о хорошо 9 урона и щит прострелил и этого убил это отличное попадание я считаю молодцы молодцы но щитоносца я пока не буду там как-то использовать ну в плане делать щит зачем это делать раньше время он до конца миссии со мной этого не удалось никак поработить 44 там фулкавер можем подрыв сделать укрытие чтобы разрушить которое его окружает что-то не очень получилось видимо это зависит от типа укрытием я подойду метку поставлю нам в любом случае нужно его бить правильно нету вот этого да давай вдруг попадем еще 40 еще 40 отлично сейчас будет попроще оооо а вы сейчас убрали укрытие ах ах подгон живет щитовик там же еще один там же офицер красный насколько помню давить хорош окей посмотрим причем он со щитом скорее всего надо зоны эвакуации уйти эту каждый ход мне показывает что браток может эвакуироваться да вот он сейчас появится ой по аспирант стреляет нормально тараном нет раным ган это как раз сверх рискованно потому что следующий хотя бы в пол хода посмотреть следующего следующий пак а снайпом нужно было бы сюда выйти ладно справимся даже если с полем спали спалимся справимся и не спалились 16 урона пушкина тоже поменять были итак сюда браток пока я думаю пешкарусом должен бежать здесь жалко что свободную перезарядку я трачу не надо было этого делать и свободное что нужно в бою и и хотя разница какая реально нет разницы получается можно ли если можно было перезарядку свободно отложить и обычный перезарядиться другое дело а так то какая разница так далее ем сам твич не работает секундочку я стоп старт сделаю хотят перри трансляции идет галки стоят перри стартанул или шла ретрансляция на твич сейчас выяснится что я обрубал те шалень захвате беги но я щит хочу поставить им еще еще вы правы что их экономить правильным вот и нарвался я архонты два кодекса окей ой тут хорошо то и стоит закрываем раз братка общем то тоже можно кинуть крюк и пока пострелять скажем там это опасно отсюда лучше потому что здесь его увидят а так он с общим видом тоже постреляет хотя нифига он не постреляет давай кодекс баншот можно было кстати сейчас сделать как раз щит перейдите перейдите я могу доп действие дать в общем-то вдохновение на щитоносца потому что он не факт что переживет этот ход я лучше попробую сейчас щит на ближайших закинуть снайпером то он особо не нужен получается а вот этим пригодится да сможешь главное достать до большинства до всех достал кроме авамарии у аспиранта неуязвимость после выстрела у него один выстрел он терпит простреливаем тут архонта потихонечку неужели никто больше не подключится должны должны ну там еще два тяжа стоят причем тяж который капец не добил нормально не критонул просто щит снял и всем броня поглотила значительную часть урона сейчас вылетит второй кодекс и должен снайпер среагировать хотя телепорт в таком случае снайперы не работает ой вырубила пушки и там взрыв сейчас будет ну ладно это мы разберемся с этим мы справимся так да подходи просто архона огнем души потому что в него попасть сложновато и у него в жизни как раз маловато осталось кодекс должны видеть оба снайперы до должны да не видит камере браток не видит да это и не видит это прикольно отсюда тоже вряд ли будет эффект но она если попаду стелепортируется может быть как он там выжил вообще 12 хитов сколько у нее 14 13 не клонируешься клонируешься но жизни на второго клона не остается склон по сути все гуф неудачно получилось может попадет 35 ой молодец хорошо следующий пак получается сколько у нас 233 до 2338 еще 10 человек впереди перезаряжаем оружие которое так надо дойти их тяжем этим взрыв будет опа а ну это это ясно какие-то помехи настораживает эспирант вперед хотя хотя давайте-ка я быстренько быстренько запрыгнул вот сюда вот просто возьму и запрыгнул vision появится небольшой правда ладно подходить не хочется я лучше щитовика подведу элитного сюда он там вообще прям по курсу но с того места просто два снайпера будут так хорошо стрелять так хорошо стрелять да вот он и архонт хорошо что я снайпер не спалил правда все равно придется как-то с ними справляться перезарядочка зря а что нас безумие вообще я я же мог попробовать мутона того мог мог но не стал а вот он и я увижу отсюда интересным увижу этим утонам у вас к еще ни черта не может плохая позиция ладно браток стреляет 69 попадает не хочу хоть тратить тем более щит пока есть можно агрессивнее поиграть отлично стоит ли подходить тэй можно подойти и ханкер сделать ну чтобы просто она вышла на позицию и и все ее не трогал никто мэг ой смысле сектоида слышим сектоида жесткого жуткого сектоида овер ну тут мелкий овер хотя спиранта попадает иногда подлетает архон к моему щитовику архон подбегал как раз щитовику потому что никто больше он никого не видел подошел жизни у нее есть надо еще проверить спирантовскую обилку ох щитовик еле живет ой так только не тэй ой 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 не так ты не успеешь да ладно нет ах ты собака безумие пробую на архон там так провалить немножко хорошо увернулся так уж пафосно стильно очень так ты там как у нас должен браток помочь просто и всем на давай мутонов раш прикрыл прикрыл все мне предлагают по своему солдату пострелять а я не хочу так ладно ты получила слава богу легкое ранение так что живем это еще плюс два да получается то есть здесь человек осталось восемь щит падает сектопот справа наверно братком просто перейду на вот эту вот соседнюю штуку уважаю телефоны просто люблю их наверно а не коты девятый подъезд опять звонит щит подходит там через мост идти нужно к объекту о я вижу сектопода вон он стоит здоровенный правда с общим видом его даже снайпер сверху не видит что мне кажется что это баг и его еще не видно не видно так не видно подходим ближе просто и снова не видно и снова ближе подходим да вот теперь видно теперь я вижу что видно а а ему вообще пофиг на то что тут понастроили как роботы программировали опа еще минимум двоем да двоем это 13 сумме выходит теперь снайперы видят ну сектопод топ-1 цель тем более что здесь без штрафа по ну ну мимо армора сейчас стейк стреляет ну м 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 там превентивный каких-то гранат кидать я хочется даже посмотреть что он умеет вообще но он тоже мажет умирает раньше времени здесь уже снимаем армор бах хорошо но урона как такового нет беска может на самом деле кинуть в него рокет еще потому что рокет далеко летит поехали ну со щитоносцем мы прощаемся на самом деле и ух ты а давай в принципе я даже могу точнее я а просто браток может сейчас сектоподу на действие поймать и с м патронами его добить так ну-ка стоп тихо паша ты видишь это видит паша давай в этом хрень ну паша ешки матрешки это же был наш щитоносец паша пашем дема и тика тика тихо тик 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 так паша снова решил исправиться решил или по праву моркови стреляет стреляет фикта под решил сдаться видимо подходит и устраивает как это лазерное шоу непонятный урон не наносят бесполезное создание все так кто хочет убить секта подам снайперы сразу минус дать аж должен убивать она не убьет ну помогите ей давай только не убивай блин добивали сработал 15 процентов куда тебе больше экспы ты куда тебе больше есть тассис мы скин верно поэтому подойду помечу того упыря и постреляем в нем больше архон беспокоит хотя он о это хрень а этот эта тема горит до горит промах на метку поставили ладно стреляй да уж архон вроде до меня добежать не должен просто по идее отличный тухит браток ку куда ты встал ё-моё не упади только ох хорошо на кактус забрался что может реально закинуть туда какую-то плазменную гренку чтобы давайте нет на нем метки есть ссоре быстро справился ну все остается архонт это 12 соответственно тот будет 13 еще пять человек ты перезарядись в дыщу главный чтоб мост не упал это было бы действительно и ушел до пас это десант не верю хэвик без точности попадает на овервотчу по архону процентом 15 я бы дал на это событие этот бомбить будет да сейчас ну посмотрим воу что это такая так надо сбивать его разлетались но перья это уже улетели до перья улетели и как говорится обещали вернуться поэтому надо валить отсюда говорят она возвращается с ау ем хорошим ау ем на три клеточки грузовик горит все хорошо все посмотрим прикольно ну хорошо ему на это ход нужно понимаете эту за это спасибо я пожалую снайпову буду подводить психоника по крайне мере паша подведу ну что ты вроде стоит хорошо сидит там окна просто я не хочу подходить прям вот дико сразу близком что могу что-то увидеть в окнах этот этот скилл работает даже на замаскированных не снимая маскировку ну как бы стоит стоило догадаться потому что это же типа ау ем ну хотя по точкам ау ем другой вопрос как он узнает где вы замаскированный на внутри есть еще кто-то мы подсчетом пять человек еще это макс или по звукам и чего опять ничего ну хорошо исследовать производственный комплекс да мэк 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 ой 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 как выходит то ё-моё как хорошо что я на овере сидел они реально там на патруле ходят раз девяточка аспирант добавляем бах десяточка опа и два мэка я во фланге правда дверь закрыта я не знаю они смогут открыть дверь откройте дверь полиция не они открыли нормально тогда вламываемся чё и разуплотняем там копье сразу кинем в темноту и все жик проходимся так нормальным я туда грен конечно закинул но боюсь что так давай просто откроем двери все посмотрим кто тут пришел опачки здрасте нормально стенку уберем броню снимем доступ и самое главное vision остальным дадим ох ты как к черту этот комплекс к черту все давай жнец хопа фигак такой ниндзя раз все же нет закончился очень очень красиво было сделано и конечно же браток добивает это получается 16 то есть где-то еще два упыря сохранились не слышно ничего не видно я захожу просто как себе домой в центр зала что у вас тут здравствуйте понятно штампует в общем адвент а кто здесь кто в этой капсуле самый главный самый центральный самый интрига заходим да их просто штампуют опять топают мэки я слышу как они топают на проходе аспирант встал и все ну как мне ориентироваться внутри помещения скажите на милость спасибо за такой замечательный уровень я прям рад сейчас хорошо да гт я пробовал жать и гт и скрол такой же скафандр в таком же скафандре нас в самом начале игры из такого скафандра вытаскивали ухты я удачно зашел и и и и и Убеска бежит. Точно есть кто-то. Да Мэкки это. Инфа соточка. Открываем дверь. Здрасте. Ой. Это не Мэк. Ну это Австасис. Змей на сумочке и сапоги. Или вход. Уложимся. Ну как тут вход уложишься? Один за другой. Отдавай Австасис его. А ты не можешь, да? Если не уложишь ты его Австасис. Австасис укладывается моментально. Ну то есть без шанса вообще. Халява. Просто одну цель вырубаете на ход. Мне кажется, это честно. Это раз. Такая красивая змея. У нас могло все получиться. Обходим. Может увидим, что они могут? Мы видели, что они могут. Эти вообще ничего не могут. Уже. Лут, кажись. По звуку, да? Та-а-а. Бери скорее. Ах, хитрая Лерия. Этого добра у меня хватает пока. Но он неуязвимый пока. Поэтому мне нужно просто готовиться к... К его убийству в следующий ход. Только Тей далековато. Не успеет она подойти. Ну ладно, справимся. Только что там. Штурмаж рядом, два хэвика рядом. Изи. Он приходит в себя. Отлично. Проснулся. Ну, я начну, естественно, с Бески. Вот тебе минус армора, вот тебе возможный крит и метка. Хорошее начало. Аспирант... Да, аспирант подходит. Из дробаша 100% критом, скорее всего. Раз. Это окончилась первая фаза. Андромедона. И наступает вторая. А давай-ка мы доп действия аспиранта еще разок сделаем. Уж больно он хорош по дэмэджу в такой ситуации. Повторите, пожалуйста. А там перезарядка, кажется, у него. Отлично повторил. Давай метчиком тогда. Метчиком, метчиком. У братка просто пульки хорошие. Но точность 85 не сработала. Ой-ой-ой. Так, ну хорошо, здесь свободная перезарядка есть. Слушайте, у меня для вас плохие новости. Надо стенку снимать, пытаться. Пытаться снимать вот эту стенку. Дамажить его. Скажем, вот отсюда. Отлично. Отлично. Стена не снимается. Точность 90 на толку нет. Да и как пистолетный может добить. А че пистолетный-то? Я только игнорирование брони есть. 6-8. Ракеты 4-7. Да, лучше 6-8. Все-таки. Но на пистолет не хватит. Да, там 6 хитов. Ха-ха. Ха. Ха. Окей, я пойду. Да, это еще не видит из-за того, что классно встали. Давай Overwatch. С Богом! Что может сделать Андромедон в такой ситуации? На! Лап. Топич. Ой, хорош. Просто хорош. Да, ну и точно все. Открываем капсулу. Аспирант как настоящий шампиньон. А че-че не открыто? Украдите прототип. Я показывал, что тут дверь. Я типа в двери стою. Может дверь вот здесь вот? Не, а дверь не здесь. Не открывается на Ви. Ходов нет. Ходы кончились. Да? Вы что? А, да, действительно. Ходы кончились. Открываем камеру. Под крепа прилетела. Аспирант такой. Хопа. О-о-о-о. Да, такой же, который в самом начале. Отличная эвакуация. Лучше точку не могли найти? Так. Значит, берем. Ничего себе. Ха-ха, нифига себе. Так, а здесь дырень же есть. Мы же на язычах просто выходим и расстреливаем. Может и нет. Мы на самом деле на весь ход можем попытаться. Да, давай попробуем свалить просто. Через дверь выходят. Цивилизованный каким. О-па. Ничего так. Нормально. Беск тоже побежал. Но сейчас враги появляются. В один ход мы не успеваем в любом случае. А прилетают к нам солдаты обычные. Меков не вижу. Да, офицеры два обреченных солдатам. О-па. О-па. Поехали. О-па. 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 Вы издеваетесь что ли, что это за пробокина? Сколько там было вообще? 85 или 95? Я просто приофигел немножко. Я не понял даже как, как, как так в общем. А 83 говорят было. А, ну если 83, то как бы изи. Сейчас будет 81. Там же вообще убогие вероятности. Хотя мог в общем-то и по-другому сделать. Ну поехали в общем. Все, все бегут, все что-то делают. Это правильно. Это вот так как нужно. Каждый вносит свой посильный вклад в уничтожение супостатов. Эвакуируем. Эвакуируем. Поехали. Выполнили. Эту часть. Откуда у аспиранта действия еще одна появилась? Курок, оказывается, сработал. Ну ладно, сейчас должна... Должен снайпер отстрелить обоих. Один отравится там. Да, да. А второго, скорее всего, просто как при попытке к бегству пристрелят тут же на месте. Ну ясно. Снайпер, вы что делаете вообще? Там горит пол. Как все сложно. Паша, просто беги. Тебя не догонят. Там три разницы этажа и... Что за меткость там такая? Здрасте. Мне кажется, что порядок действий должен был быть несколько другим. Но я могу ошибаться. Давай крюк. И вниз. Хдыщ. Физика. Побежали. Эвакуация. Эвакуация. Аспиранту только оставили. Ну, сейчас... А, нет, еще браток же раненый. Ну, хотя как раненый. Там же армор. А, еще приехали, да? Может, пофармим? Говорит браток аспиранту. Нет. Не добегает с мясорубкой. И упадет два меха. И что я бы с ними буду делать? К черту, все. Лечу домой. Достижение больше, чем человек. 22 человека. Но это... Странно. Писали 18, но как бы... Дропчик был. Может, дропчик был не один? Больше урона аспирант нанес. Хорошо. Аспирант один бы справился. Изи. Аспирант классно мели так добил. То есть... Тогда, когда уже было понятно, что... Андромедон... Что-нибудь плохое может сделать. А там ауежий у него есть. Ну, или с руки ударить, как бы больно. Аспирант его... Присек. Очень быстро. Тей ранена. И браток ранен. Костюм. Стасис-констюм Адвента. Внутри Стасис-костюма находится какой-то гуманоидный организм. Кто это? Новый солдат Адвента. Ранене встречавшийся в вид пришельцев. Судя по усилиям, которые противник приложил до... Для его защиты он крайне важен для пришельцев. Но для выяснения его реального значения потребуется тщательный анализ. Ну что, скинут мне аватар? Если да, то на сколько? Да. Новая задача изучить. Окей, я понял. На 4! Все, в мире уже все хорошо. Опа! Ох, надо было сюда ехать, на самом деле. Смотрите. В зоне испытаний все проекты по производству брони и бронежилетов завершаются мгновенно. Это, конечно, да. У меня делается пока костюмы боевые. То есть, для тяжей. Ретранслятор. Ладно, давайте сюда. Изучаю школь теней. Нет. У меня сейчас для дроидов 3 дня сектопод открывается. Так, для третьего уровня. И одного специалиста я с собой возьму. Ой-ой-ой, что случилось? Кто что построил опять? Медленно что-то они прогрессируют. Есть. Поломка сектопода. Готово. Гремлин МК-3. Продвинутая версия Гремлина. Класс. Так. Расшифровка. Нет. Вскрытие привратника. Давайте. Хотя можно и, в общем-то, этого. Вскрытие аватара еще же не сделал. Пси-врата. Ё-моё. Давай-ка, ладно. Моевой костюм 5 дней. 5 дней. 5 дней. Не хватает Иллериума. 4-5 дней. Я готов. Купи нового Гремлина. Его разве покупать нужно? Я думал, что он сразу доступен. Кристаллы Иллерия. 20 штук. Кристаллов Иллерия не хватает. Катастрофически. А когда еще броня будет? Хотя за броню-то я уже заплатил. Что за задание? Материалов разве данных много дадут? 11 человек. Ха! Илериум на рынке бывает. Мне разве данных маловато. Но после этой миссии, кстати, можно будет попробовать. Илериум там практически всегда есть. Что за броня такая-то уже? Что, призрак у меня доделался? Почему она светится так? Нет, просто броня надзирателя. Не замечал я. Ой, что за люди? Что это? Кто это? Ладно, ладно. То есть я без снайперов иду туда, да? Гремлин уже новый? Какой новый? У тебя не хватает Илериума. А у этого даже улучшения оружия нет. Урон при промахе троечкам. Мгновенное убийство. Улучшенная меткость. Два каких-то спеца идут. Я не знаю, кто эти люди вообще. Что они хотят. Понимаю, что им нужно. Но... Один снайп вроде был. Кстати, да. Один снайп-то был. Флэш-рояль. Поехали. Одиннадцать человек. Чего мы не справимся с одиннадцатью людьми? Вообще и здесь справимся. Из таких убивали. Ты дал бург тому, как ты ломать не умеет. Это я могу. Да. И без аптечки полетел. ВИПа можно захватить. Надо было прочитать внимательный состав. Потому что я мог очень сильно напортачить с командой. Ну хорошо. Миссия на ограничение ходов. Ну, в смысле, на ограниченное по количеству ходов. С маскировочки, скорее всего. Так, вижу щитовика. Понятно, зона эвакуации. Жаль, нельзя вот выделить всех. Жук и побежал. Блин. Ёшки-матрёшки. Как-то я не готов. Я думаю, надо захватывать. Конечно же. Пробовать пси. Ох, пятьдесят восемь. Пятьдесят восемь. Ё-моё. Укрытия вообще не завезли нормальных. То есть, совсем. С любой стороны, как бы, фланг может зайти. О, флэш-рояль. Ё-парас, это... Я же снайпер есть. Ну, всё накрываем просто и на язычах. Разоплотняем. Раз. Сейчас идёт грамотное доминирование на пятьдесят восемь. Смотрите и учите, пацаны. Убеждаю с двух слов. Ты идёшь со мной. Блин. Даже ухом не повело. Может, тогда я не сагрец? Блин. Ай, не всегда выходит. Не всегда выходит. Работает снайпер. Это какая-то, к чёрту, работа, а? Слушайте, я и люк-то не заувер-вочил в случае. Да-да. Стоять. Ещё выстрел, ещё, ещё. У тебя два патрона есть. Что же ты делаешь, а? Да, у меня есть Илюха, слава богу. Ну, слушайте, не только он. Я тут вообще и пострелять могу, между прочим. Оказывается. Я хочу сделать... А, я не смогу, да? Протокол защиты не вывезнуть. Ладно, подставляем Илью. Он простит. Он поймёт. Ближнего архона бьём. Семь-четыре мажем. Метка стоит. Надо мочить. Метка. Хорошо. Аспирант. Молодец. Ну, посмотрим. Что будет дальше. Опа! Это Сектопод. Этот снова в зону пошёл. Но ведь, блин, добежал таки, скотина. И получается, что снайпер в зоне стреляет дважды, да? С пулу пака. То есть, первый раз, когда они разбегаются. Второй раз, когда они продолжают на свой ход. Оп! Хрен тебе. Следующий. Пыщ, пыщ. Пыщ. Классная анимация, конечно, неё. Попадает. Как бы не убили вот... Самое главное, чтобы один не убил. Его как-то вообще плющит. Да как ты успел-то? Не понял. То есть, можно сделать раз, два и три, да? О, это фланг, ребят. Это фланг, я моё. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Деграну никто не отменял. Стрелять-то я не могу, но как бы да. Сейчас подрихтуем тут все. Даже вот так. Так, или... Давай так. Сейчас только будет спам этого дубликатов. Парочка дополнительно появится. Добро. Так, дубликат первый. И второй. А куда второй? А, рядышком все. Добро, добро. Бески, правда, качаться не нужно. Она тут зря. Ой, аспиранжи пробежит вообще. Аспиранжи начнет. Капец. А можно со ста процентов начать? Не, лучше с центра, чтобы ты... Ой-ой-ой, ребята, вы чего? Не-не-не-не-нет. Вот этого лучше. Раз, сначала. Следующая кнопка нажимаем. Следующую кнопку нажимаем. Так, не перепутать бы кнопки. Так, еще 75. Давай. Блин. Бла-бла-бла. Я надеялся, между прочим. Уходим из зоны поражения. Копье тут заряжаем. Вжик. Разброс хороший. 7.12. Так, а что ты можешь вообще? Протокол помощи сделать? Опа! Тут же еще один клон. Слушайте, а клонов там что-то многовато будет. У меня аж снайпер не алё, он вообще ничего не умеет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А как же так вышло-то, а? Я всегда под чертов еще. Ладно, этих, предположим, мы заберем. Предположим. Да, я аспирант. Ну ладно, аспирант-то заберет. Мели, да? Заберет. Я могу криком, но боюсь, что это неправильный ход. Правильнее уйти за кавер и выстрелить из пистолета по одному из битых. То мало ли что. Хорошо. Здесь перезарядочка свободная. Вообще, Беско может дальнее его убить. Он же не под укрытием. Хотя нет, он под укрытием. Давай, этого тогда. 74. Отлично. Но все равно остается два кодексом. А сколько их было изначально? Шесть человек, да? О, левелап! Беско получил наконец-то левелап. Так, я бы поставил на аспиранта протокол защиты, потому что он протокол помощи. Он вообще неуязвимый. Он от взрыва не помрет. Он этого должен порезать. И должен кому-то ответить из тех левых товарищей. Посмотрим, как будет на самом деле. Взрыв. Неуязвимость. А этого от взрыва же убило тоже. Бывает, бывает. Пять, говорит, их было. Пять всего? Лутецкий берем. Улучшенный расширенный магазин. Хоть модификатор дали на том, спасибо. Менес-1-5. Рендеву-поинт был компромизирован. Стойте, чтобы не повредить координацию. Вы прикиньте, какая вообще дичь. А прикиньте, на Эрон Мэне это будет. Понимаете? Аспирант, ну стрельни, пожалуйста. Нет? Нет! Фух, психа сейчас мочит. А, сектоид порушил домик с эвакуацией. Ясно. Да, хила я не взял. В общем, очень интересно получается. Просто сектопод рушит точку эвакуации. И, ну вот, представляете, я там рвусь к этой точке, стараюсь. Не дошел еще до нее. Ну там випа, например, убил или захватил. У меня там два хода. До точки добежать еле-еле хватает. И тут, извините, точка скомпрометирована и другую точку показывает. Все, у тебя гуф целый отряд. Айрон Мэн, добрый вечер. Просто класс. Ожог души, кстати, высасывает жизнь. Действительно, надо попробовать часы. Топовый снайпер лечится на базе. По крайней мере, один из них точно. Кажется, высасывание есть у Абы Марии. Пять хитов? Нет? Хотелось. Так, и это первые пять человек. Первые пять человек. Ладно, давай, по крайней мере, сюда. Опасно. Сейчас надо бежать. Потому что бежать нам реально дофига просто. Сначала отсюда, потом сюда. Очень далеко бежать, уважаемые. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Такая грязь. Так, мег. И два солдата. Это восемь. А вот и вип. Наверное, вип надо просто мочкануть и все. Как-то у меня... Не откатилась псим. Не откатилась один ход. Безумие, скорее всего, да? Нет, давай Стасис, наверное, сделаем на Мэка для начала. Блин, что-то я волнуюсь. Могу эту миссию не... Ну, хотя нет, пройдем, пройдем. Этого блочим пока. Безумие на элитного. Ну, потому что я не хочу, чтобы он щит повесил. Если удастся взять под контроль, я его в два хода к себе доведу и щит себе поставлю. Хотя мне придется его... Паника. Убить. И щит пропадет в любом случае. Окей. Остался один, которого можно фланговать. Стреляй по-своему. Да, ой, вообще красавчик. Прям вот... Прям очень все верно сделал. По ВВПу уже можно стрельнуть. Да, реально, зачем нам сейчас рисковать разведданными и лезть на сектопода? Если можно все сделать вообще по красоте, на креативе и бешеным микром. Давайте уже двигаться! Кто может? Давай по элитному солдату. У тебя 60% меткость. Тут гарантированный урон есть. Может я достану до машины? О, реальным. Только ракетой... А, ракетой рейндж не будет. Ну, в смысле, рейндж будет, а уе не будет. Да. Хотя это же не кислотное, это нормальное. Плазменные гранаты. Да, давайте ВВП просто мочите всем. Можно получить дополнительно разведданных. Там, во-первых, число... Количество этих разведданных. Не очень. Да, есть, убили. Эвакуировать всех. Ну, вот и все, отлично. Можно, в принципе, прямо сейчас и бежать. Поехали. Мэг сейчас включается. Щитовик все еще паникует. Я думаю, сектопот должен... Да, Мэг пришел сюда. Да ладно. А, ну это далеко. Они не успеют. Да, это далеко. Сейчас, погодите. Как мы будем убивать... Нейтрализовывать Мэг интересным. Я думаю, просто отстреливаться хэвиками. Снимая броню и под... Подкрепляя все это дело снайперами. Поехали. У щитовика-то вообще жизни маловато. Он, правда, особо и не нужен, но тем не менее. Правда. Убежали. 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 Сейчас кислотную кинем. Щитовика уже не будет после этого. Потом будет выстрел штурмовиком, снайпером и специалистом разок. Хорошо. Там в панике находится... Я его из пистоля добью, чтобы не мучился. Ну, сейчас десант будет. Может быть, я, кстати, даже в один ход успею добежать до эвакуации. Они очень далеко. Пока добегут, мы уже улетим. Так, это да. Это да. Аналогичным. Ай! Немножко не успевает. Можно было там вышку поломать, кстати, надо было проверить по-хорошему, чтобы... Так, нет, нет, сюда тоже нельзя. Уходим. Двое не успели добежать. В том числе фонарик, ой, в смысле, снайпер с фонариком. Начинаешь, миссия ничего не видно. И тут сектопот ломает, да? Да ладно, у вас не должно быть ходов. Стоять! Фух. Тут еще какая-то хрень. В стенке. Вон, вжж, вжж, вжж. Очень странно. Да, наши чуть нас не бросили на произвол судьбы, представляете? Страшно же. Где-то сектопот топает, тут роботы из-за углов выбегают, а эти уже наверху. Фух. Готово. Сейчас получим разведданных. Аспирант топич. Все довольны такие летят. Слева аспирант смотрит, кто эти все наунеемы. Там какие-то специалисты. Непонятный. Но у нас звание хорошее. Насколько я понимаю, да? У Бески последнее звание. Я не видел еще ни того, ни другого. Массированный огонь. Залп по всем врагам в области конуса. Уничтожает укрытие, которым пользуются враги. Расходует много боеприпасов. Или разрыв. Способность разрыва носит критический урон и в дальнейшем поражает цель будет... А, пораженная цель будет получать плюс 3 урона от всех атак. Хорошо стакается с голографической меткой, но... Массированный огонь... Учитывая то, что он убивает препятствия со снайперами, должно сочетаться вообще великолепным. Проверим. Улучшенный расширен на троечку. Дали просто материалов. Моевый костюм, сплавы. В зале теней все изучается. Надо бы сейчас посмотреть, есть ли на карте какие-нибудь... Вот оно, что мне нужно. Кристаллы Иллерия и на планетные сплавы. Забить на подключение там, ну, на строительство вышки. Это топич. У Иллериума 3. И все. Сейчас будет костюмчик. Боевой костюм. Тяжелый, механизированный боевой костюм обеспечивает надежную защиту от урона, а также имеет точку крепления для тяжелого вооружения. Кроме того, технологизащитная стена позволяет ему обеспечивать союзникам временное укрытие. И какое-то дополнение к бронированным этим костюмам. Сейчас посмотрим. Ну, конечно, Бески даем. Оснащение. Да вот он. По сравнению с прошлой версией. Так, а стоп. Это плюс 5, броня 1. Плюс 6, броня 2. И способность защитная стена обеспечивает полное укрытие союзникам там, где вы стоите. Стрельба... Ну, в общем, превращает тебя в фулл кавер. Да. Мы называем это heavy power armor, the war suit. Это так тяжело и сильное, как мы можем сделать. Слишком мощно, чтобы обеспечить heavy weapons. Хорошо. Михаил Лисецкий. Получил способность новую. Давайте ему тоже стасис. Очень полезная штука, как оказалось. Мария спасение. Теперь ее так просто не убить. Стасис можно приметь на союзников, оглушая и защищает всех от атак. Можно взять огонь души, прогрейдить. Выбор точно между первым и вторым. Сейв союзника, это круто. Так, там сказали, что я в зоне испытаний не закупил. Так у меня нет пока Элериума, я не могу ничего исследовать. А, нет. Экспериментальное тяжелое оружие, да? Вот это мне рекомендовали, получается. Да, пожалуй. Ну, Лерий сейчас... Или нет? Кажется, нет. Просто оружием. Надо сделать, во-первых, гремли на одного. Экспериментальное тяжелое вооружение, скулочная ракета. Экспериментальное тяжелое вооружение. А, просто экспериментальное оружие. Я понял. Понимание технологий открывает путь к более сложным проектам, разрабатывать вооружение для бронекостюмов. Давайте, да, я... Два раза, что ли, я одно и то же? Одно роллится рандомно. Ну, видимо, это да, какие-то боеприпасы, типа ракет. Давайте, одного хватит. Давить, правильно? Экспериментальное оружие. Да-ра-да, рандом будет, как с патронами, я понял. Все верно, говорит, ты взял. Ну да, отменил уже. Опа! Исследование завершено. Просто как в том, в котором мы нашли командора. На поверхности, да. Но в функции? А, командор, эксцентр. Мы можем начать. О-о-о! Нет секрет, что адвентные солдеры имеют both human and alien genetic characteristics. Прелиминальная анализация led me to believe that this was the result of direct modifications made to a pre-existing human host, prisoners, or perhaps even unwitting volunteers. See your local адвент recruiter today. However, the reality is something else entirely. The advent troopers at the facility we discovered, including the specimen before you, were manufactured. Each soldier possesses a unique genetic code. Predominantly human, of course, but with some fragments left open. Left open for what? Whatever alien DNA адвент wishes to insert. Сектор, мутон, даже спецеи, которые наши солдеры называют, как берсеркер. В любых случаях, человеческий генетический материал служит как анализирующий, который держит все вместе. Материал человеческий генетический 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 генетический, процесс. So we've been fighting ourselves this entire time. In a way. But I believe there's more to it than that. The human DNA in this specimen bears one key difference from the entirety of the sequences decoded in the shadow chamber. psionic sensitivity. Given the sheer volume of strands involved, this cannot be accidental. Screening process at the clinics. Avatar. The potential power of a being created with this template is significant. Central. Had we not intercepted it before the process was completed, I know, doctor. Continue your research. Let us know, if you find anything else. В этом объекте я прихожу к заключению, что в процессе создания этой особи были переработаны пленные и похищенные люди. Более того, человеческий генетический материал, используемый в процессе, явно принадлежал обладателям более развитых пси-способностей, сомненно целенаправленная ликвидация, проводимая адвентом. Чего не хватает? Какой компонент должен был заполнить генетическую пустоту, отделяющую это от создания жизни? Так. Так, кристаллы Иллерия нужны. Ну, я сейчас дособираю что там. Ну, кажется, мне нужно будет лучше там арморчик сделать какой-нибудь призрачный, например. Оп, собрали. Да, ё-моё, не дали собрать. Учёный. В сельской местности не уменьшается количество материала в следующей поставке. А, КПП ответ на сельский местности. На 50. Минус деньги. Кристаллиды в каждом задании. И террор. Ну, тут учёного даёт. Тут имжа даёт ненужного. Тут деньги даёт ненужные. Ему надо брать учёного. или забивать на это и смотреть просто где... Ну, Кристаллиды меня бесит, на самом деле. Но инж вообще не нужен. Да, но зато андромедон, мутон, архонт, элитный солдат, сектопот, элитный... Понятно. Полетили сюда. Можно было добывать, на самом деле, но... Справимся. План следующий. Эту миссию завершаем. И летим туда, добываем лерии. Смотрим, на что хватит. Ну, в плане доспехов там. Так, никаких вообще вот этих вот специалистов нам не нужно. Эту пока тоже уберём. Пока что верно всё. Тей, да? Браток, да? Всегда. Вот другое дело. Больше гранат нельзя дать. Но, к сожалению, мне не хватает этих боеприпасов для тяжёлого вооружения. Костюм тут прошлый. Только у Бески новый костюм. Абамария, скорее всего, возьмёт бур для псионики. А, он не работает на псионика, что я несу. Что ты возьмёшь? Ну, Илюху? Ну, а вместо гранаты что возьмём? Что ей нужно вместо гранаты? Аптечка давай. Ей особо ничего не нужно. Я бы ей ещё персональный боевой модуль на мобильность дал. Если у неё правда такой... А, у неё стоит как раз модуль на мобильность. Окей, теперь Тей. Будем ли менять костюм или побузим немножко патроны? Тебе, типа, бронебойные по умолчанию. Так а что ты не можешь? Гранаты всё равно далеко. Так что берём паука. Возвращаем. Братку, в общем-то, то же самое. Вместо новомодной брони пока берём паука. и возьмём ему, ему, ему синий кран. Окей. Аспирант молодец. Здесь у нас гренки. Кажется, ничего я с ними не сделаю, да? Могу вот так вот сделать. Так, и я хотел ещё улучшение оружия посмотреть. Урон при промахе, наверное, например, единичка. Какая фигня. Размер магазина плюс 3. Урон при промахе вообще печаль. Давай размер магазина плюс 2. Так, ты никто. У Аспиранта вроде всё отлично. Крит и точность, да. А, доп. Действие у него, шанс крита. А вот доп. Действие. Мгновенное убийство. Нет, 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 нет. Кажется, у меня модификаторы стоят на левых людях хорошие. Урон при промахе 3. Я в шоке. И меткость улучшенная. Меткость плюс 15 у Бески, правда, слава богу. Это ок. Во, размер магазина у Павла Кузнецова. Ставим троечкам. Ну, в принципе, ладно. Шанс на доп. Действие. Я, пожалуй, не, нормально. Нормально. может помочь. Два Ильи, два тяжа, два снайпера, псих и штурм полетели. Мэки, сектоподы, архонты, солдаты всякие. В общем, каждой твари по паре. Обзови пушки долго, долго, долго. магазин Бески можно было дать, реально. У нее патроны сейчас будут уходить очень быстро. Перезарядка, конечно, поможет, но... захватить предмет, который мы не можем перезарядить. Нейтрализировать все хостилные силы в районе, сохранить сайт и восхищать ассетов. Захватить предмет какой-то нужен, нужно на анализ Так, у нас маскировочка, предмет достаточно далеко Хорошо, 8 ходов, снайперы ориентировочно спрыгают наверх Для начала надо убедиться в том, что совсем близко нет врагов Так и есть Прыгаем Ох, а дальше-то опасно подходить Но эта позиция вообще ни о чем То есть она такая Такая прям Плохая Я должен был двигаться просто для того, чтобы хотя бы освободить Т-место И она смогла тоже прыгнуть и подойти Ну на следующий ход, через точнее ход, только снайперы будут нормально играть О, я вижу, идет Ничего себе, они уже ходят как Окей Сектопот рядышком совсем А какова вероятность захватить Андромедона? Вот такой вопрос Мне очень интересно О, да-да-да-да-да-да-да-да Давайте сделаем это Изи говорят О, вот она, массированный огонь Вау, вот так вот, прикольно То есть, хэвик О, то есть хэвик типа у снайперов может стоять Массированный огонь проводить Правда там КД Тихо Спокойно, упыри Пустили Пустили Так, ты, надеюсь, ничего там не выбьешь Фух Пугает меня, пугает Афирмативно, сейчас Я все Опа Сейчас начнется жара Да давай еще сектоид подходи Сектопот Ой, жара Тихо Сейчас оценим вероятность захвата Подождите Сто процентный мутон Шуба из мутона, да? Ну мутон, он же такой, понимаете Мутон Сейчас такая Такой замес пойдет Вообще Ядму лучше было травануть Как же так я сделал-то, ё-моё Короче Начинаем мочить козлов уже Хватит терпеть Так, а ты это вообще С угла, не с угла? Не с угла Ну там еще половинка Давай Всеми сейчас не будем Прям Начинаем с пулемета Вряд же стоят Так, а что Так, а что? Массированный огонь Укрытие Там нет Укрытия никакого Зачем мне это? Хотят, типа, ради урона Да, Гренко больше урона нанесет Особенно с критом Ну и плюс Армор Выщелкает Поехали Там он прыгнул в самом конце Не знаю куда Работаем Пара критов Вылетело Ну все, поехали Ребят, поехали Поехали Ваще снайпер выстрелил Выспались Выспались, не считай Сколько урона Снайпер донес Никто в безопасности Хорошо Главное, что Овервотч сняли Я вот боялся двигаться Под таким пристальным вниманием Что, может Мутонов порезать? Проблема в том, что У меня нет страховки Ладно Все, я поехал Раз Это раз Гарантированно Тоже бронебойные Сейчас второго Попробуем С обилкой снять 8-10 Сколько у нее хитов? Побольше будет Лучше вот так вот Чтоб уж наверняка Ага Что там, кажется? Кажется, там Ничего себе А, деактивируем А, посмотрим Есть ли смурфы А, нету Сейчас с кончиком Те видит всех Ну, в смысле Она видит двоих Мэков Убила двух Мэков Аспирант В принципе Может Ворваться К мутонам Порезать их Но вы помните Чем это в прошлый раз Закончилось Поэтому А, слушайте Я же могу сделать Вот так вот Подойти Массированный огонь Конусом Туда Снесу укрытие Глядишь Дэмэдж нанесу Посмотрим Как работает Эта штука Хотя бы Вот так вот Неплохо Постреляли Я считаю Что делать-то будем Ладно, допустим Здесь Overwatch Мне бы Вот этого Мутона Хотя бы Убить Я понимаю Run and gun Бла-бла-бла Оттуда С фланга Можно пострелять Но я боюсь Спулить Еще кого-то Хотя Пофиг Я же убью У меня будет действием Run and gun Хотя бы Одного Убьем Давай Никаких дом действий Нет Нет С богом Блин Блин Капакому Нет Только не по снайперу Блин Ну давай Рубани его Хорошо Вот еще Одна Прешина Почему Снайперов Нужно Разделять Какой бред Будет посложнее Надо бы Пострелять Сначала Что я делаю Жнецам он бы Зарешал Но Это вопрос К вероятности Контратаки Мутоннами Снайперов Нужно ставить В разные точки Всегда Не говоря уже О том Чтобы Да Наверное Лучше Подойти Все таки Чтобы до соточки Дотянуть Еще крит Немножко увеличить Давай 100 точность 93 крит Хорошо Лут Из половины Его Выпал Контратака Работает на рейнджерке С обилкой На легкий шаг Не знаю Улучшенный Лазерный прицел Давай ядра Скорее всего Нужно будет Водушевление Кинуть Потому что Больше чем Аспирант Никто урон Не нанесет Ну Либо Встасис Встасис Надежнее Но ходов Очень мало Поэтому Лучше Вдохновение У аспиранта Курок был Что ж такое Капец Реально У него Курок был Дайте еще Курок Раза Что делать Вилюху ставит Что ли Я не убиваю За один ход А это получается Рандом Снайпер Жалко Знаете Я сколько Лечиться буду Под мясорубку А какой Смысл Мясорубки Если там Кританин Ё-моё Еще под Крепов Пришла Так А куда Мне Сколько Еще А Вот В этом Здании Я забиваю Но подкрепом Бегу В сторону Здания Это Хуже И еще Сектопод Есть Блин Томинирование 100 165 Но я думаю Что здесь Нужно рисковать Потому что Если я не возьму Леминга А не возьму Архона Это будет Ес Так Что умеем Ёппер СТ СТ Продолжение следует... 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 Пси-врата можем сделать. Ладно, хорошо, пусть там исследование заморозится одно. В принципе, можно лететь на миссию. Пусть без армора. Или подключать, блин, ретранслятор два дня. Кажется, у меня еще кто-то не вышел. Не вернулся. Гремлинов не сделано, потому что я не уверен, что у меня специалист сейчас в миссии... Да, тысячи три дня. Короче, тогда слетаем. Для начала сделаем радиоретранслятор, доделаем. Для того, чтобы было проще. Подключить новый регион. Хорошо. И, может быть, даже сюда полетим. 80 разведданных. Да, пора. Пора-пора-пора. 15-й уже регион у нас получается. Экспериментальное оружие. Так, Тэй вернулась еще. О, пластырная установка. Пусковая установка с собственным искусственным интеллектом. Разрывные снаряды, которые способны огибать преграды, чтобы гарантированно поразить цель. Один предмет был добавлен в инвентарь. Хорошо. Два психа сейчас доучатся. Лиссориус. Спасение. Посмотрим характеристики, как только на миссию пойдем. Тут стасис щилл. И... Ну, запал давайте тоже сделаем. Хорошая вещь. Это самое мощное оружие в игре, говорит Дептер Дрейк. Да ладно. Так, подсоединили регион. В погоне за знанием. Каждая лаборатория увеличивает скорость следового на 20%. Бонус получили от региона. И... Ну, давайте... Аватар мочить. Архонт, Вайпер, Привратник, Летний Читоносец. Let's go. Дальше нужно пройтись по этим двум регионам. Главное не это самое. Не... Не получать такие ранения. Кто мне нужен? Два тяжа, два снайпера, аспирант и, скорее всего, псих. Поэтому... Тейп идет. Снимаем предметы. Снимаем, снимаем. Тут оснащение даем. Эй, а это не оно. Это, видимо, ракета нужна, да? Вот это вот. Да, вот она. 7-10, 4-7. Дистанция серьезно увеличивается. И радио шестерка. Кластерная ракета. Круто. Крит мили. Да, да. Ладно, да. У меня же была аптечка одна. Но все равно, как бы, прошлой миссией я вряд ли бы прошел. Дамаг 7-10 был 4-7. Еще одна квестовая миссия по проекту Аватар. Давайте перерыв сделаем еще минутку. Деверную шестерку. Деверную шестерку. Мы идем, чтобы закрепить ее. Проверяем. Возьмите церковь и поставьте X4-черки в определенную позицию. Потом переходите к безопасной дистанции для детонации. Если мы можем уйти эту оборудование, мы можем просто купить себе немного времени. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я знаю, что микрофон не работает. Ну, микрофон. Есть! Попался один. Еще кто напишет? Ну? Блин. Микрофон инсейн. Такой... Молодец. Что-то не ведутся. Вы очень быстро учитесь, я могу сказать. Подключи последний регион. Там их два нужно подключать. Ну, вообще, да, там бонус значительно полезней. Микрофон, а что, не работает? А, все. Так, я в стелсе. Вничтожьте пришельцев. Изи вообще. Домик вижу. Как возвышение подойдет. Сзади тупик. Побежали. Сразу, да? Мэг, третий щит. Щит хочу взять. На движение. Можно было без овервоча завершать ход. Хотя, так надежней, потому что... Уходят, гады. Ну, что, догоним. Дом не очень хорошее место для снайперов, потому что он находится приблизительно посередине карты. И видите, как длинный. Слева кто это? Змей, что ли? Крисолит. А, у меня же Венте и Сектопод. Ох, не торопись только сейчас. Сейчас, не торопись. Все-таки я снайперы сюда подведу. И одного, и второго. Потому что дом еще, кроме всего прочего, мешает мне нормально стрелять. Следующий ход. Ну, пусть уходит. Подходим. Главное, стекло не бить. А вот и второй пак. Да, змеи, змеи. Я-то Мархона хотел захватить. И захватил в прошлой миссии, но вот... незадачим. Продолжение следует... 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 Да Тогда я спокойно постреляю По туретке и ее убью Плюс там же еще один Один обычный там какой-то Мечник, не мечник, щит, не щит Постреляем по туретке, раз Ой, хорош Все, минус туретка Хорошо А вторая меня типа не видит То есть по сути я могу просто Подойти, например, аспирантам Здесь сделать овервотч, овервотч Овервотч и овервотч То есть выйди сейчас по сути один Что это такое? Кто-то выходит Там сектопод Все, да? Отходили А, тут щит просто сделал, я понял Тот сделал щит Предлагаю Бахнуть еще гренкой Не получится нормально Безумие на шар А если в линию вот так вот стрельность? Секундочку, проверим Только по одному Давай Нулевой удар пошел Нулевой удар пошел Шот из крита Это радует Теперь уже можно просто снять С шарика Лишний армор И попытаться его оставшимися добить Оставшихся довольно много Начнем с бэски По понятным причинам Плюс еще хэви, кстати, может пострелять Там же артиллерийский 56 Ставим метку Метка стоит Аспирант 67 Я не хочу ближе подходить Там уже сектопод Крит отлично А, ну у него же крит-то вообще бешеный Айти-тейл Лучше добьем Добро Лут Ох, как Соблазнительным Поставлю-ка это из-за фулкавер Слишком палевным Должен сейчас этот выйти Да, щит подходит Постреляет даже О, я же под контроль хотел Ну, ладно, в любом случае надо же брать, правильно? Будет у меня сразу разведка Будет возможность взять лут Более-менее безопасный Чем сейчас бежать штурмовиком На полхода Лучше взять этого Сейчас он Точно пак один откроет внутри Должен был открыть Почему-то он не видит ни черта Ладно Увидели цель Опа Крисолейду Еще Крисолейды Прямо из бетона выкапываются Побежали Хорошо, что не полез Вот сейчас бы полез Все были бы там На половину хода И два Крисолида в бой И то могут добежать Но добегут-то до Аспиранта У него Специальный жилет Все мажут Просто все мажут Есть Попали Броню сняли Оп Промах Аспиран Ты не хочешь мечом его ударить? Молодец Почему он ударяет после удара? И загорелся Крисолит Побежал Второй под щитом Тихо Отравил мне Взял Отравил Так, я тебя же, пожалуй, этого буду докачивать Она вроде не последнего звания Берем лут Ух ты Два улучшенных повторителя Четыре единицы Жирно, жирно, жирно Отстреливаем Крисолида 83% Через Кирпичную стеночку Попадаем естественным У счета, увы, еще нет Но он пойдет, как бы, на разведку Оп, пак А вот и секнопод Да Ооо Здрасте Я думаю, здесь угол нужно делать сразу же Добивание смысла пока нет А вот угол Должно-то и зайти Хорошо Это раз Кислоту Кислоту бы подальше кинуть Ну ладно, давай Агрессивненько пошли Достаем до двоих Кислотой Такой костюм, конечно Стильный Очень А вы, Мария, что может? Может вырубить Сиктоходы, на самом деле Но это слишком халява Ой Я даже не знаю Лучше этого, наверное, убрать Уж больно рандомный Этот крисолит Отравит И все Можно дать доп действия Аспиранту Он постреляет А давай вырубим Реальность сиктохода Ну а че Халява такая Этот скил Любого юнита Абсолютно Без шансов Абсолютно То есть вот Вероятности нет Что не сработает Просто выключает Юнит Это же здорово Ну все Посмотрим Как двое будут действовать И от крисолида Действует Кислота Кислота Сейчас дернется И его должна Тейк снять По идее Да, так и есть Ну, как снять Как получится Оглушение Это тоже от Тейн Но там фулл кавер И это овервотч Вероятность невысокая Щит умрет От яда Сейчас Сиктопод пришел в себя Сюда нужно Ауешечку закидывать Еще одну Снимать оставшиеся Единицы армором Двигаемся Двигаемся А давайте сразу Всех Убью Конечно Огонь по своим Бах Так Ну неплохо А дальше Как-то все равно На самом деле То есть Сиктоподу Стреляем Беской И наверное Два раза Потом снайперы Все сделают У того стенки нет Можно было серии добить И можно будет В общем-то Добить Но Мне кажется Можно просто Стрелять Два выстрела От снайперов И он уже Не жилец Там яйцо Кстати Находится еще Меткий глаз От Тей Сиктопод Минус Да Раньше Было Значительно Сложнее Этого Убьет Любой Перезарядочком Да Давай по этому Стрельнем Окей Где пушка Аспирант Опять Дробовик Пропал Опять Без Дробовика И опять Промазал Давайте Посмотрим Еще Разу Как это Выглядело Дубль Дубль номер два Для тех Кто пропустил А Для тех Кто пропустил У нас будет Перезарядка Влетать Резать Нет Еще нет Вот он Перезаряжает Меч Да ладно Там фланг Что ли Да Не попал Меня больше Кристалит Беспокоит Который Сейчас Вылупится Он не Вылупится Подходим Ну вот Смотрите Змитый Невидимый Дробовик Ладно Я жнеца Включу Сначала Так Ой Хорош Просто Лучший Это Два Очень Плотный Яйцо Очень Плотный Я Возьмем 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 Должны добить тейпа, по крайней мере. И аспиранта жалко, у него отравление. Готово. Так, сейчас быстренько взрывчатку, прям быстренько-быстренько. Опа, у нас тут дропчик будет. Справимся. Подходим. Позакладываем взрывчатку. Так, можно, конечно, сразу было эвакуироваться. Но мы для верности сначала встретим врагов, а потом уже эвакуируемся. И прилетает к нам пара солдат обычных и мэг. Ну, один ход они не умрут, конечно, но не представляют серьезную угрозу уже. Ё-моё. Вот это встреча. Браток в спину, тут метка на обычного. На дальнего два промах. Хейк еще стреляет. Хейк еще стреляет. Семерочка. Первый лейминг падает уже. Ииии... Ииии... Блин, аспирант там терпит как может. Рананган надо делать. Подбегать к мэкум. Снимать у него овер. Сюда же сразу эвакуацию делать. Ииии... Да без паники, ребята. Вы что... На моем пути? Добавляем пенсию. Хе. Так просто. Унижаем. Ииии... Что там? Вокур. Метвиро. Гегет. Вокур. 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 Ииии. Ииии. Вокур. Это сомат. Ииии. Вокур. Сейчас красиво сделаем Менес 1-5 Все остальные причем знали, что справятся Маша спокойно улетели, чтобы не мешать вот этому вот лучу Так, 19 человек, ранение одно, но оно очень легкое аспиранто Пройдет через пару-тройку дней, я полагаю Все довольны Больше всего урона браток нанес Но это скорее всего просто Ну, во-первых, он гренки самые разные кидал Ой, какой Ну, нет, какие гренки, браток, что ты несешь? Это снайпер настреляет, как обычно Это настрелял снайпер Я почему-то подумал, что Беска должна была Она Сидит, улыбается Иди спать уже Кстати, да, можно попробовать А сколько сейчас у нас времени-то? Уже почти час Да, наверное, стоит заканчивать Итак, трансляция уже идет 7 часов Но следующая часть будет последней, я полагаю Убито 100 у аспиранта, зрители С юбилеем Убито 100 Улучшенный... два улучшенных повторителя Топовые как раз повторители 15-процентная вероятность уничтожить противника Снизили аватар на единичку А если попробовать бонус от континента Действительно здесь получить Сейчас снизится на единичку Доступные ресурсы Да я понял Здесь бонус Да Контакт за 160 Тут вышку надо делать Но вообще это будет быстрее, чем делать всем костюмы Мне призраков нужно штуки 3-4 Так что, скорее всего, в следующей части я полечу сюда Поставлю вышку и захвачу вот этот регион И получу бонус Береги здоровье В зоне испытания все проекты Производятся в броне Бронжилетов завершается мгновенно Тем более ресурсов вроде меня на большинство армора хватает Ну а потом вот этот объект На 4 прогресс аватар 4, 5 и 3, собственно Видимо в следующей трансляции уже можно на финалочку идти Да, хорошо Хорошо План понятен Спасибо, что смотрели Запись сейчас поставлю заливаться на ютуб И вы ее завтра днем Может ближе к вечеру уже нормальные качества появятся Приходите ориентировочно завтра В буквальном смысле вечерком часов в 6 Начнем девятую Скорее всего последнюю часть И к с чем А потом уже будем думать об Айронмене Спокойной ночи Да, 10 минут осталось Да, да, да Там последняя миссия на 3 часа А может и больше Да, да, да Ну а чего Хочется стримчик попалить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому